Если представители новых поколений и в грош не ставили герцогиню де Германт, потому что она зналась с актрисами и тому подобное, дамы из ее рода, сегодня уже пожилые, по-прежнему считали ее существом необычайным. Потому что, с одной стороны, им в точности было известно ее происхождение, ее геральдическое первенство, ее близкие отношения с теми, кого госпожа де Форшвиль называла «Ройалис», и равно потому что общением со своей семьей она пренебрегала, скучая с ними, и никогда нельзя было на нее рассчитывать. Ее театральные и политические связи, о которых, впрочем, было известно мало, только способствовали славе о ее незаурядности и, стало быть, ее авторитет. Так что, если в политическом и артистическом бомонде ее принимали за не бог весь что, своего рода растригу Сен-Жерменского предместья, вращающуюся среди заместителей министров и звезд, в самом предместье, если собирались устраивать необыкновенный вечер, говорили, «Стоит ли приглашать Ариану? Она не придет. Для формы разы. Но не нужно строить иллюзий». И если в половине одиннадцатого, в блестящем платье, обдавая кузин холодными и пренебрежительными взглядами, Ариана являлась на пороге, остановившись в каком-то завораживающем презрении, если она присутствовала целый час, празднество Дуэрии считалось безусловно удавшимся, как в свое время театральный вечер, когда Сара Бернар, неопределенно обещавшая содействие, на которое директор театра и не рассчитывал, приходила таки и с бесконечной любезностью и скромностью, считала вместо обещанного отрывка двадцать других. Благодаря присутствию Арианы, с которой главы кабинетов говорили свысока и которой от этого не меньше дух водительствует миром, стремилась знаться с ними, Вечер Дуэрии, где присутствовали, однако, только блестящие женщины, получал высочайшую оценку и не шел в сравнение со всеми другими вечерами Дуэрии того же Сизн, как сказала бы опять-таки госпожа де Фуршвиль, ибо Ариана не удостоила их посещения. Дух водительствует миром. Для Пруста духовные и интеллектуальные усилия, если они не определяются произведением, заведомо тщетны и воспринимаются как обыкновенные сценические эффекты. Теоретически, духовная жизнь экс-госпожи Вердурен, госпожи де Германт, гораздо более интенсивна, чем жизнь самого автора и Бергота. Но интенция показывает, что эта деятельность направлена не на какие-либо постижения, но на самоутверждение в той или иной форме, ибо любительское искусство и политика — суть вещи иллюзорные. Поэтому такое утверждение, помимо того, что абсолютно бессмысленно, обречено на неуспех. Как только мой разговор с принцем де Германтом подошел к концу, вцепившийся в меня блок представил меня девушке, одной из изысканнейших дам той поры, уже наслышанной обо мне от герцогини де Германт. Тем не менее, ее имени я никогда не слышал. Равно как и ей, наверное, не очень были внятны имена различных германтов, потому что при мне она спросила у какой-то американки, на каком основании госпожа де Сен-Лу, как ей показалось, приближена к самым блистательным из присутствовавших особ. Американка эта была замужем за графом де Фарси, дальним родственником Форшвилей, которому эта семья представлялась самым значительным родом на свете. Потому она ответила с легкостью. Если оно и так, то только потому, что она урожденная Форшвиль. И сверх того ничего значительного. По крайней мере, госпожа де Фарси, наивно полагавшая, что фамилия Сен-Лу уступает фамилии Форшвилей, было еще известно, кто такой Сен-Лу. Но очаровательной приятельнице Блока и герцогине де Германт это имя уже ничего не говорило. И поскольку она была довольно легкомысленной особой, девушке, спросившей ее, по какой линии госпожа де Сен-Лу приходится родственнице и хозяину дома, принцу де Германт, она чистосердечно ответила, по линии Форшвилей. Эти сведения последнее выдала, словно ей это было всегда известно. Выдала одной из своих подруг, которая, будучи нервной и вспыльчивой, покраснела, как рак, когда какой-то человек сообщил ей как-то, что отнюдь не по линии Форшвилей Жильберта связана с германтами. В итоге он сам поверил, что ошибся, усвоил заблуждение и не замедлил приступить к его распространению. Ужины, светские празднества были для американки чем-то вроде школы Берлиц. Школа Берлиц, учебное заведение в Поле, теперь Пула, Хорватия, Австро-Венгрия. Она повторяла услышанные имена, даже не выясняя, на кого они указывают и что эти люди собой представляют. Если кому-нибудь задавали вопрос, не от отца ли господина де Форшвиля, Жильберте перешел Тансон-Виль. Ему объясняли, что он заблуждается, что это фамильная земля ее мужа, что Тансон-Виль находится неподалеку от Германта, принадлежал госпоже де Марсант, но, будучи заложен в качестве приданного, был выкуплен Жильбертой. Затем, так как какой-то древний старик воскресил Свана, друга Саганов и Муши, американская подруга Блока спрашивала, где же это я с ним познакомился. И он объяснял ей, что я познакомился с ним у госпожи де Германт, не подозревая о деревенском соседе, молодом друге моего дедушке, Кем Сен Лу, предстал мне на самом деле. Подобные ошибки совершали и известные люди, но ошибки эти считались тягчайшими во всяком консервативном обществе. Сен Симон, желая показать, что Людовик XIV пребывал в невежестве, вынудившем его несколько раз дойти на публике до самых непростительных нелепиц, приводит только два примера его неосведомленности. Именно что король, не зная, что Ренель принадлежал дому Клермон-Галерандов, а Сен-Эр-Эм дому Мон-Моренов, был крайне с ними необходителен. Необходимо отметить, что сословные предрассудки Сен-Симона не играли той роли связи времен, которые им здесь приписывается. За всем этим для Сен-Симона стояли идеи аристократических прерогатив политического достоинства, в его время достаточно уже, впрочем, иллюзорного Лидия Гинзбург. Непростительных нелепиц Мемуары Издание Библиотеки Прияды Том 5 Страница 478 Клермон-Галерандов Ренель Маркиз де 1630-1677 на самом деле принадлежал семье Клермон-д'Амбруас. Сен-Симон пишет. Де Клермонт-Галеранд или Амбруас. Сен-Симон. Мемуары. Том 2. Страница 161. Москва. 1976 год. Сент-Эрэм. Маркиз де. Около 1640-1701 год. Во всяком случае, в том, что касается Сент-Эрэма, мы можем утешиться. Король не умер в заблуждении, так как был разубежден много позднее господином де Ларош-Фуко. Впрочем, добавляет Сен-Симон безжалостно, ему следовало бы объяснить, что это были за фамилии, имена представителей которых ничего ему не говорили. Забвение, столь быстрое, столь стремительно смыкающееся над самым недавним прошлым, столь всеохватное незнание, которым, как рикошетом, проявляла себя ограниченная образованность публики, образованность, тем более ценная, что она так редка, хоронила генеалогии, подлинное положение людей, причину, любовь, деньги или что-то еще, по которой они вступили в тот или иной брак, мезальянс, хоронила знания, ценимые во всех обществах, где правит консервативный дух, знания, которым применительно к комбрейской и парижской буржуазии в высочайшей степени обладал мой дедушка, Знания, которые Сен-Симон ценил до такой степени, что, чествуя незурядный ум принца де Конти, прежде даже, чем заговорить о науках, или скорее, словно то было первой наукой, Он хвалил его за ум, светлый, ясный, справедливый, точный, широкий, бесконечно начитанный, ничего не забывавший, знавший генеалогию, ее химеры и реальность, выказывавший учтивость, сообразно чинам и заслугам, воздающий должное всем, кому принца крови обязана оказывать уважение, и чего они больше не делают. Он сам даже высказывался о том и касательно их узурпаций. Истории, почерпнутые из книг и разговоров, позволяли ему вставить в разговор из известного ему что-нибудь любезное, о происхождении, положении и так далее. Сен-Симон, мемуары, том 1. Страница 259-260. Москва, 1976 год. Между словами «ничего не забывавший» и «знавший» генеалогию, Пруст выпустил большой кусок. Франсуа Луи де Бурбон, принц де Конти, 1664-1709, был известен умом, нерасположением Людовика XIV, чуть было не стал польским королем. В чем-то подобном, касавшемся хотя и не столь блестящего общества, а всего лишь комбрейской и парижской буржуазии, мой дедушка разбирался с не меньшей точностью и смотовал это с тем же удовольствием. Эти гурманы, эти любители, которым было известно, что Жильберта не была урожденной Форшвиль, а госпожа Камбремер, Мезеглисской, не в юности, Воланской, уже речали. Большинство из них представляли, быть может, даже не самые изысканные слои аристократии, ведь не обязательно, чтобы о «золотой легенде» или «ветражах» XIII века были более всех сведущие богомольцы, или хотя бы именно католики. Зачастую из аристократии менее знатной, более падкой до того, чего она лишена, на изучение чего у нее тем больше досуга, чем меньше она встречается со знатью. Они с радостью собирались, знакомили друг друга подобно обществу библиофилов или друзей Реймса, давали в честь соратников яркие ужины, ужины, на которых вкушали чью-то генеалогию. Золотая легенда Бродячий средневековый сюжет Первоначальная версия была составлена Иаковом из Ворогина, епископом Геноэзским, около 1230-1298 год. Составлена из «Житий», «Описание чудес» и тому подобного. Из редакции «Житий» выбирались не наиболее достоверные, но наиболее занимательные, пишут Кирпичников. Так иногда называют «Жития». Все это интересует аристократию как источник сведений о працах. Женщины туда не допускались, и мужья, вернувшись домой, говорили. «Я был на интересном ужине. Там присутствовал некий господин Делараспельер. Это очень интересный человек. Он рассказал нам, что госпожа де Сен-Лу, у которой прелестная дочка, вовсе не рожденная, Форшвиль. Это целый роман». Знакомая Блока и герцогиня де Германт была не только элегантна и очаровательна, но также умна. И разговор с ней был для меня приятен, хотя и несколько труден, потому что новым для меня было не только имя моей собеседницы, но и имена большого числа лиц, о которых она рассказывала, составлявших теперь основу общества. Однако, с другой стороны, так как ей хотелось услышать от меня рассказы об Элом, имена многих из тех, о ком упоминал я, не говорили ей абсолютно ничего. Все они были погребены в забвении. По меньшей мере те, чей блеск объяснялся исключительно неповторимостью их особы, а не связью с родовой фамилией какой-либо известной аристократической семьи. Титулы она знала редко и принимала на веру неточные сведения об имени, уловленном ею краем уха за ужином накануне. Имен большинства из них она даже никогда не слышала, ибо ее светские дебюты, она не только была юна, но также недолго жила во Франции и не была сразу принята в свете, приходились на то время, когда я уже несколько лет как от общества отдалился. Я не помню, в связи с чем я упомянул имя госпожи Леруа, но оказалось, что моя собеседница уже слышала его из уст обходительного с ней старого друга госпожи Дегермант. Но слышала опять же край муха, потому что раздраженно ответила мне, знаю ли я, кто такая госпожа Леруа, старая подруга Бергота, словно говоря, особа, которую я ни за что бы к себе не пригласила. Я прекрасно понял, что старый друг госпожи Дегермант, достойный светский человек, пропитанный духом германтов, одной из особенностей которого было не слишком высоко ценить аристократическое общество, нашел чересчур плоскими, антигерманскими слова типа «госпожа Леруа», общавшиеся в основном с высочествами да герцогинями, и предпочел, она была такая забавная, как-то раз она сказала Берготу следующее. Правда, для людей, не просвещенных, эти сведения, полученные в беседах, равноценны тем, что простонародие извлекает эспрессы, уверяясь попеременно милостью газеты, что Лубе и Рейна хворы или великие граждане. Лубе Эмиль, 1838-1929, президент Франции, 1899-1906 Для моей собеседницы госпожа Леруа была чем-то вроде госпожи Вердурен в ее первой ипостасе, не столь блестящей, и общество которой ограничивалось одним Берготом. Впрочем, эта молодая дама одной из последних, по чистой случайности, услышала имя госпожи Леруа. Сегодня уже никто не знает, кто она такая, что, однако, вполне закономерно. Ее имя не фигурирует даже в индексе посмертных мемуаров госпожи де Вильпаризи, в душе которой госпожа Леруа занимала столько мест. Маркиза не пишет о госпоже Леруа, впрочем, не столько потому, что последняя при жизни была с ней не очень-то любезна, сколько потому, что после смерти никто не смог бы ею заинтересоваться, и это молчание было продиктовано не то чтобы злопамятством светской женщины, но литературным актом писателя. Мой разговор с элегантной приятельницей Блока был очарователен, ибо она была умна, но разница в словаре ее и моем делала его затруднительным и в то же время назидательным. Мы знаем, что годы идут, что юность уступает место старости, что самые прочные состояния и троны рушатся, что слава приходящая, но эти сведения бесполезны, ибо наши методы познания и, так сказать, способы клишировки подвижного универсума, вовлеченного во время, связывают это знание. Вновь Бергсон, восходящий, впрочем, к Шопенгауэру. Интеллект, согласно последнему, умерщвляет мир, ибо он не может иметь дело с подвижностью, ему для успешной работы необходимы статичные и безжизненные формы. Поэтому люди, с которыми мы познакомились в молодости, навсегда останутся для нас молодыми, и мы ретроспективно украшаем старческим благообразием тех, кого узнали уже в преклонных годах, безоговорочно доверяемся кредиту миллиардера и поддержке влиятельного человека, умозрительно представляя, но по существу не веря, что завтра они могут быть беглецами, лишенными власти. В более ограниченной области, чисто светской, как на более простом примере, вводящем в более запутанные задачи, хотя и того же порядка, непонимание, объяснявшееся в нашей беседе тем, что мы были вхожи в одно и то же общество, но с 25-летним промежутком, усиливало мою причастность к истории и порождало во мне ее ощущения. Следует все же отметить, что незнание подлинных фактов, за десяток лет выявившее избранных, словно прошлого и не существовало, препятствовавшее тому, чтобы недавно прибывшая американка узнала, что господин де Шарлю занимал в Париже блестящее положение, тогда как у Блока в означенную эпоху его вообще не было, что сван, расстилавшийся перед госпожой Бонтан, был в большой части, это незнание было свойственно не только новым лицам, но и тем, кто вращался в сопредельных обществах, и оно, как у тех, так и у других, было еще одним действием, в последнем случае приложимым к индивиду, а не к социальной прослойке времени. В конечном счете, сколько бы мы не меняли среду и образ жизни, наша память, держась нити тождественной личности, привязывает к ней в последующие эпохи воспоминания о среде, в которой мы жили, сколько бы лет с тех пор не прошло. Блок у принца де Германте не утратил своих совершенных познаний простого еврейского общества, в котором безвылазно пребывал с восемнадцати лет, и сван, разлюбив госпожу сван из-за женщины, подававшей чай у того самого Колумбе, посещать которого одно время, как и чайную на улице Рояль, госпожа сван находила шикарным, прекрасно помнил о своей светской значимости, о Твикингеме, ничуть не заблуждаясь относительно причин, по которым ему доставляло большее удовольствие бывать у Колумбе, чем у герцогини де Бругли. Он прекрасно знал, что, будь он в тысячу раз менее шикарен, он отнюдь не чаще посещал бы Колумбе или отель Эриц. Вход туда за определенную плату был доступен всем. Колумбе — кондитерское кафе. Твикингем после изгнания. Английская резиденция графа Парижского. Сван, если верит первому тому, получал от него приглашение. Наверное, друзьям Блока или Свана вспоминался также и узкий еврейский круг приглашения в Твикингем, и поэтому среди не очень разнящихся я Свана и Блока в своей памяти они не отличали сегодняшнего элегантного Блока от гнусавого Блока былого. Свана последних лет в Колумбе от Свана в Букингемском дворце. Но эти друзья были в некотором роде соседями Свана по жизни. Их существование шло по достаточно близкой линии, чтобы он мог присутствовать цельно в памяти. Другие же, более далекие от Свана, не столько в социальном, сколько в интимном плане, хранили о нем более смутные представления. Они встречались реже, и от того, что сохранили не так уж много воспоминаний, их познания были не столь устойчивы. Эти чужаки спустя лет тридцать уже не помнили ничего определенного. Тех фактов, которые, меняя значимость человека, находящегося перед глазами, могли опереться на что-то в прошедшем. Впрочем, в последние годы жизни Свана я слышал, как светские люди, которым говорили о нем, переспрашивали, как если бы то было его общеизвестным званием. Вы говорите о Сване из Колумбе? Теперь я слышал, как люди, которые, однако, могли бы знать его и поближе, говорили о блоке. Блок? Германт? Дружок германтов? Эти заблуждения дробили одну жизнь, отделяя ее от настоящего, и делали обсуждаемого человека чем-то другим, сотворенным накануне, человеком, являющимся конденсатом своих поздних привычек. Тогда как сам он продолжал непрерывность, связанной с прошедшим жизнью. Эти заблуждения тоже зависят от времени. Но это не столько социальный феномен, сколько феномен памяти. Мне сразу же представился пример забвения, видоизменяющего облик людей. Правда, забвения несколько иного рода, но тем более поразительного. Юный племянник госпожи де Германт Маркиз де Вельмондуа некогда был вызывающе дерзок со мной, и я в отмеску стал вести себя по отношению к нему столь оскорбительно, что было ясно — мы враги. Пока я на этом утреннике у принцессы де Германт раздумывал о времени, он представился мне, сказав, что, кажется, я знаком с его роднёй, и что он прочёл мои статьи, и ему очень бы хотелось завязать или возобновить со мной знакомство. И, правда, с возрастом он, оставив, как и многие дерзости, воскомерие, стал посерьёзней. К тому же в его среде обо мне упоминали, хотя и о довольно посредственных моих статьях. Но причины его сердечности и радушия были второстепенны. Главным, или по меньшей мере, тем, что позволило другим включиться в игру, было то, что, то ли обладая более слабой памятью, чем я, то ли не заостряя внимания на отпоре, с каким я некогда встречал его выпады, потому что тогда я не имел для него того значения, что он для меня, он совершенно забыл нашу неприязнь. Самое большее моё имя напомнило ему, что, должно быть, со мной или с кем-нибудь из моих родственников он встречался у одной из своих тёток. Не будучи в точности уверен, знакомимся мы или уже знакомы, он поспешил заговорить о тётке, у которой, в чём он не сомневался, мы должны были пересекаться, вспоминая не о наших ссорах, но о том, что там часто обо мне говорили. Имя. Вот всё, что часто остаётся от человека, даже если он ещё не умер при его жизни. И наши воспоминания о нём так смутны и так своеобразны, так мало схожи с теми, что он сохранил о нас, что мы забываем, как едва не подрались с ним на дуэли. Но вспоминаем, что в детстве он носил странные жёлтые гетры на Елисейских полях, хотя, несмотря на наше уверение, того, что мы с ним играли, он не помнит. Блок вошёл, подскакивая, как гиена. Я подумал, он вхож в салоны, куда двадцать лет назад его бы не пустили. Но эти двадцать лет прошли и для него. Он стал ближе к смерти. Что они ему принесли? Вблизи, в полупрозрачности лица, где издалека и при плохом освещении мне виделась лишь живая юность, то ли так проходило её посмертное бытие, то ли я её так воскрешал, проступала почти отталкивающая, тоскливая маска старого Шейлока, загримировавшись, ждущего за кулисами момента выхода на сцену, прочитавшего уже в полголоса первый стих. Ещё десять лет, и в эти салоны, вялость которых наложат на него свою печать, он вползёт на костылях, став метром, думая, что добрался до Латремуя, а дальше ему уже не под силу. Что принесут ему ещё десять лет? Эти изменения в обществе могли поставить мне тем больше важных истин, в какой-то мере способных сцементировать моё произведение, что они вовсе не были, как я чуть было не поверил, свойственны только нашей эпохе. В то время, когда я сам едва начал выходить и оказался, я был тогда ещё больше новичком, чем сейчас блок в среде германтов, я мог бы заметить, хотя и составляющие интегрированную часть этой среды, но абсолютно отличные в ней элементы, совсем недавно допущенные, олицетворяющие необычайную новизну для самых старых, хотя эти элементы я не различал, для самых старых, которые, хотя герцоги считали их постоянной неотъемлемой частью предместия, были некогда они, их отцы или деды, выскочками. Одним словом, не столько положение людей большого света делало это общество таким блестящим, сколько благодаря тому, что оно было более или менее полно усвоено этим обществом. они, пятьдесят лет спустя, все они будут на одно лицо, становились людьми большого света. Даже в далеком прошлом, к которому я причислял имя германтов, чтобы не утратить ни единой крупицы его величия, не без основания, надо полагать, ибо при Людовике XIV, чуть ли не царственные германты занимали более значительное положение, чем сегодня, происходили те же процессы, что и отмеченные мной теперь. В частности, германты породнились тогда с семьей кольберов, которые сегодня кажутся нам благороднейшей, поскольку женить бы на какой-либо кольбер для какого-нибудь Ларушфуко замечательная партия. Но германты породнились с ними не от того, что кольберы, тогда простые буржуа, были благородны. Именно потому, что германты с ними породнились, кольберы стали благородны. Если имя Д'Осонвиль угаснет с теперешним представителем этого дома, быть может, к нему перейдет известность, идущая от госпожи Д'Оссель, тогда как до революции господин Д'Осонвиль, один из первых вельмож государства, кичился перед господином Д'Бругли, что не знает отца госпожи Д'Оссель, и способен его представить не более чем сам господин Д'Оссель, не подозревая, что их сыновья когда-нибудь женятся, один на дочке, второй на внучке, автора Карины. Из слов госпожи Д'Оссель, я понял, что мог занять в свете высокое положение нетитулованного лица, и обо мне думали бы, что я всегда примыкал к аристократии, как некогда думали о Сване, а до него о господине Лебрене, господине Ампере, обо всех этих друзьях герцогини Д'Оссель, и которая сама поначалу мало чем была связана с большим светом. Лебрен, Пьер-Антуан, 1785-1873, поэт Ампер, Жан-Жак, 1800-1864, историк и писатель сын физика. Как должно быть я шокировал первыми вечерами, проведенными мною у госпожи де Германт людей вроде господина де Босарфея, не столько даже своим присутствием, сколько своими замечаниями, свидетельствовавшими, что воспоминания, составлявшие его прошлое и определявшие его представления об обществе, были мне абсолютно чужды. Когда-нибудь Блок станет очень стар и, обладая необычайно давними воспоминаниями о Солоне Германтов, каким он предстал в этот момент его глазам, испытает то же удивление, то же раздражение из-за каких-нибудь вторжений и чьего-либо невежества. С другой стороны, он приобретет тот особый такт, особую выдержанность, которую я считал исключительной чертой людей вроде господина де Норпуа, ибо они воссоздаются и воплощаются во всех, кому, казалось бы, недоступны. Впрочем, представившийся мне случай попасть в общество Германтов я до сих пор нахожу исключительным. Но если бы я отвлекся от своей персоны и окружавшей меня среды, то увидел бы, что этот социальный феномен не столь единичен, как поначалу мне казалось, что из Камбрейской котловины, откуда я вышел, пробились довольно многочисленные струйки, симметрично поднимавшиеся вверх из одной и той же водной массы. Конечно, в обстоятельствах всегда есть что-то особенное, а в характерах неповторимое, и совершенно отличным образом в свою очередь в эту среду, благодаря неожиданной женитьбе племянника проник Ле Гранден, равно как и дочь Одетты, сам Сван, а затем я. Я провел жизнь замкнута и смотрел на нее изнутри, и мне не казалось, что жизнь Ле Грандена хоть в чем-то схожа с моей и идет теми же путями, как река в глубокой лощине не знает, а другой текущей параллельно, которая, тем не менее, несмотря на большое расстояние между руслами, стремится соединиться с первой. Но с птичьего полета, как статистикам, пренебрегающим чувственными причинами и неосторожными действиями, приведшими того или иного человека к смерти и подсчитывающим только общее число людей, умирающих за год, можно было увидеть множество людей, вышедших из той среды, описание которой заняло начало повествования. Как они достигли другой, совершенно отличной, и может статься, что, как в Париже за год заключается определенное число браков, какая-нибудь другая буржуазная, образованная и богатая среда могла поставить приблизительно равное число людей, вроде Свана, Леграндена, меня и Блока, пробившихся к океану большого света. Впрочем, они были узнаваемы, ибо если юный граф де Камбремер и изумлял свет своей разборчивостью, утонченностью, своим сумрачным изяществом, я узнавал в этих качествах, в его прекрасном взгляде и горячем желании занять видное положение, то, что уже было присуще его дяде, Леграндену, старому, сугубо буржуазному, хотя и на аристократический манер приятелю моих родителей. Доброта и обычное созревание, в итоге засахарившие и более кислые в основе натуры вроде Блока, также распространены как чувство справедливости, благодаря которому, если наше дело правое, мы боимся предубежденного судьи не больше, чем справедливого друга. Внуки Блока будут добры и сдержаны чуть ли не от рождения. В то же время и теперь пока еще Блок не таков. Но я заметил, что Блок, некогда притворявшийся будто он обязан совершить двухчасовое железнодорожное путешествие, чтобы повидаться с кем-либо, хотя тот человек не очень нуждался во встрече с ним. Теперь, когда он получал столько приглашений, не только на завтрак или ужин, но и приглашение погостить где-либо две-три недели, большинство отказывал, особо о том, не распространяясь, не бахвались, что его пригласили или что он отказал. Сдержанность на слова и поступки пришла к нему с социальным положением и возрастом, своего рода социальным взрослением, если так можно выразиться. Конечно, раньше блок был неискренен, недоброжелателен, и навряд ли на него можно было безоговорочно положиться, но те или иные качества, те или иные недостатки, не столько присущи индивиду как таковому, сколько тому или иному отрезку времени, рассматриваемому с социальной точки зрения. Индивидам эти качества почти чужды. Люди передвигаются в их лучах как под разными солнцестояниями, предсуществующими, всеобщими, неминуемыми. Медики, стремящиеся понять, уменьшает или увеличивает то или иное средство кислотность желудка, активизируют или умеривают оно его секрецию, исходят из результатов, полученных на примере не того желудка, из выделения которого они взяли немного гастрического сока, но того, из которого берут сок после введения лекарства. Одним словом, на протяжении своего существования имя германтов постоянно, если смотреть на него как на ансамбль имен им или его окружением выстроенной, претерпевает потери и набирает новые элементы, подобно садам, где в любой момент цветы с едва набухшими бутонами, готовясь заступить место тех, что уже отцвели, сливаются с массой. И она кажется подобной, если вы увидите новые побеги, не сохранив в памяти чистый образ тех, которых больше нет. Многие из присутствовавших на этом утреннике или тех, кого я воскресил в своих воспоминаниях, прошли передо мной в череде обликов, представ среди всевозможных обстоятельств, показавшись среди одних, затем среди других, демонстрируя разнообразные стороны моей жизни и перспективные отличия, так пригорок, холм или замок, что появляется то справа, то слева и, кажется, поначалу возвышается над лесом, затем, выступив из лощины, указывает путнику, как меняется направление и высота дороги, по которой он идет. Взбираясь выше и выше, в конце концов я обнаружил, что лики одного и того же человека отделены такими долгими временными промежутками, сбережены столь разными я, и значения самих этих я так не схожи, что я привык уже упускать их из рассмотрения, когда мне мнилось, что я охватил свои прошедшие связи с этими людьми. Я даже не думал больше, что они были теми же, известными мне когда-то, и мне было необходимо случайная вспышка внимания, чтобы восстановить связь, как в этимологии, с первоначальным значением, которое они для меня имели. Выше и выше. В различных языках представления о времени увязываются с разными пространственными метафорами, что косвенным образом свидетельствует об очередности возникновения тех или иных временных форм. Прошлое для китайца находится впереди, у русского в стороне и внизу. К прошлому обычно спускаются, а в данном случае, хотя однозначности в языке нет, к прошлому восходят. То есть автор продолжает метафору подъема, и разом, поднимаясь в гору воспоминаний, оказывается прошедшим. Столь разными я. Здесь отсылка к упомянутому, проявляя таким образом разные стороны моей жизни. Движение двустороннее. Теперешний облик человека наводит на мысль о былых, те, в свою очередь, воскрешают былые облики того, кто вспоминает, и в последних-то хранятся эти прежние лица человека. Дабы завершился процесс воспоминания, необходимо, чтобы эти воскрешения происходили одновременно. Мадемуазель Сван поверх изгороди розовых кустов бросила на меня взгляд, и его смысл, впрочем, ретроспективно. Я должен был скорректировать, ибо это был взгляд желания. Любовник госпожи Сван, согласно Комбрейской хронике, поверх той же изгороди остановил на мне тяжелый взгляд, в котором тоже не было приписанного мною смысла. Каждый раз, как мне случалось о нем, впрочем, так изменившемся с тех пор, что в Барбеке я совершенно не узнал его в господине, рассматривавшем афишу подле казино, на протяжении десяти лет вспоминать я думал, но неужели это был господин де Шарлю, как это любопытно. Госпожа де Германт на свадьбе у доктора Перспье, госпожа Сван в розовом у моего двоюродного дедушки, госпожа де Камбремер, сестра Леграндена, занимавшая такое видное положение в обществе, что он испугался, не попросим ли мы у него рекомендацию к ней. Этих образов, так же, как и относящихся к Свану, Сен-Лу и так далее, было так много, что меня забавляло, когда я натыкался на них, восстанавливал, выстраивал их во фрунт перед порогом моих отношений с этими людьми. Но это были образы, сохранившиеся во мне не от самого человека, ибо ничто меня с ним больше не связывало. следует учитывать, что образ может быть не только чем-то неконкретным, содержащимся в размышлениях и воспоминаниях, но прежде всего образ выступает как картинка, миниатюра, рисунок. Мы не только обладаем памятью или не обладаем ею, и не учитывая даже то постоянство забвения, в котором проживают жены турецких послов и прочее, это-то состояние позволяет людям найти всегда была или весть рассеивается за неделю или следующая за ней наделена даром изгонять ее в душе место для чего-то противоположного тому, что им говорили, но и даже обладая памятью, два человека помнят не одно и то же. Человек может не придать значение факту, который истерзает второго, однако уловит на лету, как симпатичное и характерное проявление фразу, брошенную бездумно. Желание не допустить ошибки, когда делаешь ложное предсказание, сокращает длительность воспоминаний об этом пророчестве, и очень скоро «наконец стремление более глубокое и не такое эгоистическое так сильно варьирует воспоминания, что поэт, забывший почти обо всех событиях, о которых ему напоминают, удерживает мимолетное впечатление. Благодаря всему этому случается, что через двадцать лет отсутствия вместо ожидаемых ссор мы встречаем неосознанные непроизвольные извинения и наоборот ненависть, объяснить причину которой, потому что в свою очередь забываешь плохое впечатление, которое произвел, невозможно. Даже в истории жизни самых близких людей даты забываются. И потому что прошло по меньшей мере двадцать лет с тех пор, как она впервые увидела Блока, госпожа Дагерман кажется, была уверена, что он вышел из того же круга, что и она, и не иначе, как сама герцогиня де Шартер качала карапуза на коленях, когда ему было два года. Эти люди много раз являлись мне в различных обстоятельствах своей жизни, и обстоятельства, казалось, высвечивали тех же существ, но в разных обличьях, всякий раз для иной цели, и от того, что точки моей жизни, через которые прошла нить бытия каждого из этих персонажей были разными, нити, изначально далекие друг от друга, спутались, словно у жизни было ограниченное число нитей для самых разнообразных узоров. Что общего, например, в моем разном прошлом между посещениями дяди Адольфа, племянником госпожи де Вильпаризи, кузиной маршала, встречами с Легранденом и его сестрой, а также с бывшим жилетником или дворовым слугой Франсуазе. Маршал Матмагон И сегодня эти разные нити соединились, и из них выткалась ткань, здесь повествующая о женитьбе Сен-Лу, там о молодой чете Тамбре-Мэров, не говоря уже о Морелле и стольких других, которые, переплетясь, создали нечто законченное и цельное, а персонажи лишь его составляющие. И моя жизнь была достаточно длинна, чтобы для каждого встречного найти в другом краю воспоминаний другое, дополняющее его существо. Даже к Эльстиру, которого я увидел здесь увенчанным славой, я мог приложить самые первые воспоминания о Вердюренах, Котарах, разговорах в ревбельском ресторане, утреннике, на котором я познакомился с Альбертиной, и многое другое. Так коллекционер, увидев створ алтаря, вспоминает, в какой церкви, в каких музеях, частных коллекциях находятся другие, и, следуя аукционным каталогам, общаясь с антикварами, находит в конце концов предмет, сходный с его створом, составляющий ему пару. Он может восстановить в уме Пределлу, а то и весь алтарь. Пределла, нижняя часть алтаря, обычно украшенная. Подобно бадье, поднимаемой лебедкой, при каждом подъеме, треплящей веревку со всех сторон, не было человека и даже вещи, занимавших место в моей жизни, которые поочередно не разыграли бы разные роли. Я видел, стоило по прошествии нескольких лет наткнуться в памяти на простые светские связи, даже вещественные предметы, что жизнь безостановочно ткала вокруг них различные нити, в конце концов украсившие их прекрасным неподражаемым бархатом лет, подобным тому, как в старых парках обыкновенный трубопровод прикрывает растительный изумрудный футляр. Но не только эти лица наводили меня на мысли о персонажах сновидения. Жизнь для них самих, дремавшая уже во времена юности и любви, все более становилась грезой. Они забывали даже свои ссоры, свою ненависть, и чтобы быть уверенными, что именно с этим человеком не разговаривают уже десять лет, им бы надо было обратиться к какому-нибудь реестру, но он был столь же смутен, как сон, в котором нас кто-то оскорбляет, но уже не ясно кто. Все эти грезы приводили к контрастным явлениям в политической жизни, где в одном правительстве могли оказаться люди, ранее обвинявшие друг друга в убийстве и предательстве. этот сон становился непрогляден как смерть, во дни следовавшие за теми, когда старцы занимались любовью. В такие дни ни о чем нельзя было просить у президента республики, он забывал все. Затем, если его на несколько дней оставляли в покое, воспоминание об общественных делах возвращалось к нему нечаянное, будто воспоминание о мечте. Иногда человек невероятно отличный от знакомого мне ранее представал ни в одном обличье. На протяжении многих лет Бергот казался мне спокойным божественным старцем. Я остолбенел, словно завидев привидение перед серой шляпой Свана, фиолетовым манто его жены. Волшебство родового имени окружало герцогиню де Германт даже в салоне. Почти баснословные начала, очаровательные мифологии отношений, ставших затем столь обычными, но они тянули в прошлое, как в чистое небо, свой свет, подобный тому, что составляет сверкающий хвост кометы. Даже те, что начались не с волшебства, как мое отношение с госпожой де Сувре, сухие, чисто светские сегодня, сохранили первую улыбку начала, более теплую и спокойную, широким мазком вписанную в красочность вечернего морского побережья, весеннего заката в Париже, с его шумом экипажей, поднятую пыль, солнце, взбаламученное, как вода. И, быть может, немногого госпожа де Сувре стоило, если убрать ее из этой рамки, как эти сооружения, салюты, например, которые, ничего собой не представляя, служат украшением местности, где расположены. Но она входила в комплект воспоминаний, и я оценивал их оптом, не спрашивая себя, какой процент принадлежал особе госпожи де Сувре. Имеется в виду, упомянутые уже гонкуром, они вообще частенько говорят о том же, венецианское Санта-Мария Делла-Салюта. Еще больше, чем перенесенные физические и социальные изменения, меня поражало в этих людях изменение их представления о других. Когда-то Ле Гранден презирал Блок, но ни за что не сказал бы ему ни слова. Теперь он был с ним чрезвычайно любезен. И вовсе не от того, что Блок ныне занимал более значительное положение. Тогда это не заслуживало бы упоминания, ибо социальные изменения поневоле приводят к сопутствующим изменениям отношений между их претерпевшими. Дело в том, что людям, как мы их себе представляем, неизменность картины нашей памяти не присуща. По мере забвения они эволюционируют. Иной раз мы доходим до того, что путаем их с другими. Блок — это тот, кто приезжал в Комбре. Так говоря, Блоки хотели сказать обо мне. Обратно тому госпожа Сазра пребывала в убеждении, что я написал историческое исследование о Филиппе Втором, принадлежавшее Блок. Филипп Второй, 1527-1598, король Испании с 1556 года из Габспургской династии. Блока могла заинтересовать его война с Францией и вообще могущество испанской короны в его правлении. Не доходя до таких перестановок, мы забываем пакости, сделанные нам кем-либо, недостатки этого человека, нашу с ним последнюю встречу, когда мы не подали ему руки, но вспоминается зато и предпоследнее, когда нам было весело вместе. И то ли поведение Леграндена соответствовало своей приветливостью к блоку этой предпоследней, то ли он уже утратил память о каких-то отрезках прошлого, то ли считал, что оно утратило силу, но смесь прощения, забвения и безразличия — это тоже последствия времени. Впрочем, даже в любви память о других не одинаковая. Чудным образом Альбертина вспоминала ту или иную сказанную мной во время наших первых встреч фразу, совершенно мной забытую. О чем-либо другом, запавшем навечно в мою душу как камень, у нее не осталось никаких воспоминаний. Наша параллельная жизнь проходит на тех аллеях, где местами симметрично расставлены цветочные вазы, строго одна против другой. Тем более легко представить, что относительно малознакомой публики мы вспоминаем с трудом, что эти люди собой представляют или вспоминаем о них что-то другое, относящееся к более давним временам, то, что мы на них некогда напустили, внушенные людьми, в среде которых их отыскали, людьми недавно знакомыми с ними, украсив достоинствами и положением, которыми они тогда не обладали, но которым забывчивый верит с первого взгляда. Конечно, жизнь, в течение которой наши пути часто сходились, показала мне этих людей в особых обстоятельствах и последние, окружая их с разных сторон, ограничивали видимость и мешали узнать их сущность. Те же самые германты, предмет моих мечтаний. Стоило мне приблизиться к одному из них, являлись мне под разными обликами, одна старой бабушкиной подругой, второй господином, смотревшим на меня, оказалось очень нелюбезно в полдень в саду у казино, ибо между нами и людьми остается кайма случайностей, подобная той, что, как я понял в своих комбрейских чтениях, остается в восприятии, мешая полностью связать его с реальностью и духом. Так что только задним числом. Когда я подгонял их под имя, знакомство с ними становилось для меня знакомством с германтами. Но, оказалось, жизнь обретала больше поэзии. Стоило мне подумать, что волшебная порода с пронзительными глазами, птичьим клювом, розовый, золоченый, недосягаемый рот, так часто, так просто, игрой различных слепых обстоятельств, предоставлена была для моего созерцания, общалась со мной и даже была мне близка до такой степени, что, когда мне надо было познакомиться с мадемуазель де Эстер-Мария или заказать платье Альбертини, я обращался как к самым услужливым из друзей к германтам. Конечно, мне было скучно общаться и с ними, и с другими светскими людьми, с которыми я познакомился после. Что касается герцогини де Германт, равно некоторых страниц Бергота, ее очарование ощущалось мною только на расстоянии и рассеивалось, стоило мне очутиться подлиннее, ибо таилось в памяти и воображении. Но, в конце концов, несмотря ни на что, Германты де Эжельберта отличались от других светских людей тем, что их корни глубже проницали мое прошлое, время, когда я чаще мечтал, когда верил в неповторимость личности. Это печальное достояние, болтовня с той и другой, было по меньшей мере тем, что в детских мечтах я считал самым прекрасным и самым недосягаемым. И я утешался, смешивая, как торговец, запутавшийся в своих счетах ценность обладания ими с величиной, в которую их возводило желание ими обладать. Что до остальных, былые мои отношения с ними раздувались более жгучими, более безнадежными мечтами, в которых так буйно расцветала моя тогдашняя жизнь, безраздельно им посвященная. И я с трудом мог понять, почему их осуществление было убогой, узкой и тусклой лентой, безразличной и невзрачной близости, куда подевались волшебство, страсть, нежность. — А что же стало с маркизой Дарпажон? — спросила госпожа Де Камбремер. — Как она умерла? — ответил Блок. — Вы перепутали ее с умершей в прошлом году графиней Дарпажон. В дискуссию вмешалась принцесса Дагригент, молодая вдова старого чрезвычайно богатого мужа, носителя известной фамилии, у которой было столько соискателей ее руки, что она была чрезвычайно уверена в себе. — Маркиза Дарпажон тоже умерла примерно год назад. — Ну, вот и не год, — ответила госпожа де Камбремер. — Я была у нее на концерте, а с того дня года еще не прошло. Блок. Не более чем один из Жеголо света не мог принять полезное участие в дискуссии, ибо все эти мертвые пожилые особы были слишком от него далеки, то ли из-за огромной разницы в годах, то ли из-за недавнего появления Блока, в частности, в новом обществе, достигнутого окольными путями к закату в сумерках, когда воспоминания о незнакомом ему прошлом не могло ничего прояснить. Но для людей того же возраста и той же среды смерть потеряла свое исключительное значение. Впрочем, каждый день бродили слухи о таком количестве людей при смерти, из которых одни выздоравливали, а другие умирали, что уже не помнилось в точности, поправилась ли такая-то, которую уже не случалось видеть от своей грудной лихорадки, или умерла. Грудная лихорадка то же, что легочное воспаление, пневмония. В этих возрастных регионах смерть размножается и теряет свою определенность. Здесь, на стыке двух поколений и двух обществ, которые в силу различных причин не расположены рассматривать смерть саму по себе, она разве что не смешивается с жизнью, обмерщается, становится происшествием, более или менее характеризующим эту особу. И по тону, которым об этом говорят, невозможно догадаться, что с этим обстоятельством для той особы все кончилось. Говорят, вы забыли, что такой-то умер, как сказали бы, его наградили, он теперь академик, или, и это больше всего подходит, поскольку мешает упомянутому участвовать в празднествах, он проведет зиму на юге, ему прописали горы. Относительно людей известных, то, что они, умирая, оставили по себе, еще помогало вспомнить, что их существование было окончено. Но в отношении того, мертвы или нет, просто пожилые светские люди путались не только потому, что их прошлое было плохо известно или забыто, но потому, что те не имели никакой связи с грядущим. И это затруднение, испытываемое каждым при сортировке между болезнями, отсутствием, отъездом в деревню и смертью пожилых членов общества, оправдывало безразличие колеблющихся и увековечивало незначительность покойных. «Но если она не умерла, почему больше нигде не видно ни ее, ни ее мужа?» спросила одна старая дева, любившая поострить. «Да говорю же я тебе», ответила ее мать, несмотря на свой шестой десяток, не пропускавшая ни одного празднества, потому что они старые, в этом возрасте больше не выходят. Казалось, перед кладбищем находится целое поселение стариков с лампадками, всегда зажженными в тумане. Госпожа де Сент-Эверт разрешила споры, сказав, что графиня Дарпажон умерла около года назад после долгой болезни, а потом умерла маркиза Дарпажон, умерла очень быстро, без каких-то особых симптомов. Смерть, походившая на все эти жизни и посредством сего объяснявшая тот факт, что она прошла незамеченный, извиняя сбитых с толку. Услышав, что госпожа Дарпажон действительно умерла, старая дева бросила на мать встревоженный взгляд, так как боялась, как бы известие о смерти одной из ровесниц не потрясло ее, предвосхищая следующее объяснение ее смерти. Она была буквально потрясена смертью госпожи Дарпажон. Но, напротив, матери старой девы каждый раз, как кто-либо ее возраста исчезал, казалось, что она одержала победу в состязании с видными конкурентами. Старая дева отметила, что мать, только что без тени досады, сообщившая, что госпожа Дарпажон заключена в жилище, откуда редко выходят усталые старики, почти не огорчилась, узнав, что маркиза переехала в селение неподалеку, откуда уже не возвращаются. Безразличие матери позабавила едкий ум старой девы. Чтобы повеселить друзей, она придумала уморительную историю о том, с каким весельем, как она утверждала, ее мать произнесла потирая руки, Боже мой, и действительно эта бедная госпожа Дарпажон умерла. Даже тем, кому не нужна была эта смерть, чтобы насладиться собственной жизнью, она принесла радость, ибо каждая смерть упрощает существование других, избавляет от необходимости выказывать свою признательность, равно как от обязанности наносить визит. Вовсе не так была воспринята Эльстиром смерть господина Вердюрена. Одной даме было уже пора, потому что она спешила на иные утренники, на полдник с двумя королевами. Это была известная светская кокотка, с которой я некогда был знаком, принцесса де Нассау. Если бы ее рост не уменьшился, благодаря чему она оказалась из-за того, что голова была расположена намного ниже, чем некогда, как говорится, была одной ногой в могиле, с трудом можно было бы сказать, что она постарела. Она осталась Марией Антуанеттой с австрийским носом и нежным взглядом, законсервированной, набальзамированной тысячей восхитительно подобранных притирок, благодаря которым ее лицо казалось лиловым. Мария Антуанетта с австрийским носом. Мария Антуанетта австрийская, 1755-1793, королева Франции, жена Людовика XVI, казнена по решению революционного суда. По нему блуждало смущенное и ласковое выражение, ибо она обязана была уходя нежно обещать вернуться или улизнуть украдкой. Все это объяснялось сонмом ждущих ее высоких особ. Рожденные разве что на ступеньках трона, трижды побывавшие замужем, долго и роскошно содержавшиеся значительными банкирами, не считая тысячи фантазий, в которых она себе не отказала. Она легко несла под платьем сиреневым, как ее восхитительные круглые глаза и накрашенное лицо, несколько смутные воспоминания об этом неисчислимом прошедшем. так как убегая по-английски она прошла передо мной, я ей поклонился. Она меня узнала, пожала руку и приковала ко мне круглые сиреневые зрачки, словно говоря, как долго мы не виделись. Мы поговорим об этом в следующий раз. Она сильно сжала мою руку, не помню уже в точности, не произошло ли между нами что-нибудь вечером, когда она отвозила меня от герцогини до германд в экипаже. На всякий случай она намекнула на то, чего не было, это было ей не сложно, придав ласковое выражение своему земляничному лицу, и, поскольку была обязана уйти до окончания концерта, отчаянно изобразила тоску разлуки, впрочем, неокончательной. Так как она не вполне была уверена относительно приключения со мной, ее тайное рукопожатие было мимолетным, и она не сказала мне ни слова. Разве задержала на мне, как я уже говорил, взгляд, означавший давненько, в котором читались ее мужья, те, что ее содержали, две войны, и ее звездообразные очи, подобные астрономическим часам, высеченным в опале, последовательно отметили все торжественные часы былого, столь далекого, которые она обретала в тот момент, когда хотела сказать «Здравствуйте», всегда звучавшее как «Извините». Затем оставив меня, она засеменила к дверям, стараясь никого не задеть, чтобы показать мне, что если она и не болтала со мной, то лишь потому, что спешит, чтобы возместить минуту, ушедшую на рукопожатие, чтобы быть как раз вовремя у королевы Испании, которая должна пить чай с нею наедине. Когда она дошла до дверей, мне даже показалось, что она сейчас поскачет. На самом же деле она спешила в могилу. Полная дама поздоровалась со мной, и на протяжении нескольких секунд разные мысли пришли мне на ум. Мгновение я колебался, из боязни, что, узнавая людей не лучше, чем я, она приняла меня за кого-то другого, но затем ее уверенность заставила меня напротив из страха, что это была особо очень мне близкая, сделать мою улыбку поелико возможно любезной, пока мест мой взгляд продолжал искать в ее чертах имя, которого я не находил. Как соискатель степени бакалавра, приковывая взгляд к лицу экзаменатора, тщетно пытается найти на нем ответ, который следовало бы поискать в собственной памяти, так все еще улыбаясь, я приковал свой взор к ее чертам. Мне показалось, что это были черты госпожи Сван, и моя улыбка оттенилась почтительностью, в то время как моя нерешительность убывала. Тут, секундой позднее, я услышал, как полная дама сказала мне, «Вы приняли меня за мать, действительно, я стала сильно на нее похожа», и я узнал Жильберту. Мы поговорили о Рубере, Жильберта вспомнила о нем с уважением, как о превосходном человеке, которым, как она хотела показать мне, она восхищалась, которого понимала. Мы напомнили друг другу, сколь часто идеи, высказываемые им некогда о военном искусстве, ибо зачастую он пересказывал ей в Тансонвилле то же, что излагал мне в Донсьере и позднее, да и по целому ряду вопросов были подтверждены последней войной. Я даже не могу сказать, как простейшие вещи, о которых он мне говорил в Донсьере, «Поражают меня теперь, да и поражали во время войны». Последние его слова, когда мы расставались, чтобы уже никогда не встретиться, были о том, что он ожидает от Гинденбурга, как от генерала наполеоновского склада, одной из наполеоновских баталий, имеющей целью разделить двух противников. Может быть, добавил он, англичан и нас. Не прошло и года после смерти Робера, как критик, которым он испытывал глубокое почтение и который, видимо, оказал большое влияние на его военные идеи, господин Анри Беду написал, что наступление Гинденбурга в марте 1918-го было баталией разделения сосредоточенными силами противника двух связанных противников маневр, который получился у императора в 1896-м на Апеннинах, но не удался в 1815-м в Бельгии. Наступление Гинденбурга в марте 1918-го эту статью Беду Роберсон Лу незадолго до смерти цитировал в 1916-м. В результате немецкого наступления на Западном фронте, осуществленного после выхода России из войны, немецкой армии удалось достичь небывалых для Западного фронта успехов. Однако, из-за того, что наступление не было развито в одном направлении, союзники так и не были разделены. И это операция, в результате которой Германия была отброшена к октябрю на исходные позиции, в конечном счете привела ее к поражению. Любопытна еще была одна прустянская сторона сражений 1918-го года. Известно, что хотя немецкое наступление и провалилось, окончательного поражения Германии нанесено не было. Капитуляция произошла скорее по причинам паники, революции и тому подобное. Весьма вероятно, что продержись немцы еще две недели, они были бы разбиты полностью, и тогда Германия могла быть разделена на несколько частей. Однако, так как этого не произошло, немецкие националисты очень скоро перешли к утверждениям, что на самом деле победа была за Германией, а поражение было нанесено внутренними темными силами, масонами, пораженцами и евреями. Не без помощи этой мифологии позднее к власть пришел Гитлер, в конечном счете началась Вторая мировая война. Пруст не дожил до этого, пожалуй, самого яркого примера влияния идей. Он не знал и о другой хитрости Гинденбурга и Людендорфа, уже превышающий уровень наполеоновских, известный в истории как Ленинский вагон. В 1796 на Апенинах, в результате наступления 12 апреля, Наполеон разделил и разбил австрийскую и сардинскую армии. В 1815 году в Бельгии под Ватерлоу 18 июня два противника англо-голландские и прусские войска. А незадолго до того Рубер сравнивал баталии с такими пьесами, где не всегда легко узнать, что же хотел автор, где сам он изменяет план по ходу написания. Впрочем, по поводу этого немецкого наступления в 1918 Рубер наверное не согласился бы с таким толкованием господина Беду. Другие критики считают, что продвижение Гинденбурга в Амьенском направлении, затем вынужденная остановка, продвижение во Фландрию, затем еще одна остановка, случайно сделали из Амьена, а затем Булони цели, которых заранее Гинденбург не намечал. Мнение других критиков в настоящее время не оспаривается. И раз любой может переделать пьесу в своем духе, есть такие, кто видит в этом наступлении начало молниеносного марша к Парижу. Другим видятся беспорядочные мощные удары, чтобы разбить английскую армию. И даже если распоряжения, отданные к командирам не подходят под ту или иную концепцию, критики всегда вольны сказать, как Мунесюли Коклену, уверявшему его, что мизантроп не был грустной драмой, как хотел ее играть Мунесюли, ибо Мульер, по свидетельству современников, давал ей комическую интерпретацию и смешил ею. Ну, значит, Мульер заблуждался. Мунесюли Жан, 1841-1916, французский актер, Коклен, Бенуа Констан, 1841-1909, актер и теоретик театра, Мизантроп, 1666-й, пьеса Мульера. И об авиации. Помните, что он говорил, как он, кстати, замечательно выражался, нужно, чтобы каждая армия была Аргусом сотней глаз. Увы, ему не довелось увидеть подтверждение своим словам. Вы ошибаетесь, ответил я. Битва на Сомме, и он об этом хорошо знал. Началось сослепление противника. Ему выкололи глаз, разрушив самолеты и привязанные аэростаты. Действительно, битва на Сомме, первая битва на Сомме, 1-7-13-11-1916, стала примером одной из самых продуманных и кровопролитных операций, которая, тем не менее, не привела к каким-либо результатам. И поскольку с тех пор, как жизнь ее подчинилась исключительно разуму, и Жильберта стала несколько педантичной, она добавила, и он настаивал, чтобы мы вернулись к старым средствам. Знаете ли вы, что месопотамские походы в эту войну, она, должно быть, читала об этом в свое время в статьях Брешо, постоянно повторяли без изменений ксенофонтов Аннабазис. Месопотамские походы, британские военные действия против турок, 1914-17 годы, в целом довольно неудачные, в районе Персидского залива. Ксенофонд, 431-й, около 350-го, древнегреческий историк и писатель, помимо прочего, написал и Аннабазис, что значит поход вглубь, истории борьбы царя Кира Младшего со своим братом Артаксерксом Вторым, в которой участвовали греческие наемники. Их путь пролегал от Вавилона к Черному морю. Чтобы переправиться с Тигр на Эфрат, английское командование использовало беллоны, длинные и узкие лодки, гондолы тех мест, а их, кстати, использовали и в древности халдеи. Благодаря этим словам во мне родилось ощущение, что в некоторых местах можно наблюдать застой прошлого, которое из-за особого тяготения неопределенное время остается недвижимым и пребывает без изменений. Но, быть может, благодаря тому, что я читал в Бальбеке, когда Робер был рядом, больше меня впечатлило, как если бы я нашел во французской деревне ров, описанный у госпожи де Севинье. Видеть на востоке в связи с осадой Кут-Эля-Мары, Кут-Эмир, как мы говорим, Воле-Виконт и Байо-Левек, как сказал бы Комбрейский Кюре, если бы в своей этимологической жажде дошел до восточных языков, как вернулось от Лебагдада имя Басры, столько раз упоминаемый в тысячи и одной ночи, куда так часто попадает каждый раз, как отправляется из Багдада или возвращается, чтобы сесть на корабль задолго до генерала Таунсенда и генерала Горинджера во времена халифов Синбад Мариход. Госпожа де Севинье Маркиза Д. 1626-1696. Ее известные письма, адресованные дочери, неоднократно упоминаются в предыдущих томах. Упомянутый ров фигурирует в письме от 27 апреля 1689 года. В четверть Ильи отсюда лагерь Цезаря, еще сохранились рвы. Кут-эль-Амара поселение, оно же Эль-Кут в Ираке. Осада Кут-эль-Амары турецкой армией началась 8 декабря 1915 года. 29 апреля 1916 года турецкая армия взяла в плен 10 тысяч английских и индийских солдат. Воле-Виконт и Байоле-Век первая усадьба неподалеку от Милена в Ильде-Франс, второе нормандское село. Эвек значит епископ, Виконт означает Виконт. Басра около современной Басры действительно находятся развалины той Басры, что упоминается в любимом главном героем сочинении. «У меня такое ощущение, что он уже замечал, как в войне, сказал я ей, стало проявляться что-то человеческое, что она питает себя как любовь или ненависть, что ее можно рассказывать как роман. И стало быть, если кто-нибудь возьмется утверждать, что стратегия это наука, это не поможет ему понять войну, потому что война теперь не стратегична. Врагу не более известны наши планы, чем нам понятны намерения любимой женщины, и этих планов может быть мы и сами не знаем. Собирались ли немцы, когда наступали в марте 1918-го, взять Амьен. Мы об этом ничего не знаем. Может быть они сами не понимали чего хотели, и ход событий, продвижение на запад к Амьену, определил их замысел, предположив, что война научна, следовало бы изобразить ее, как Эльстир рисует море, но в другом смысле, исходя из иллюзий верований, исправляемых мало по малу, примерно так, как Достоевский рассказывает жизнь. Впрочем, очевидно, что война подпадает вовсе не под стратегию, но скорее под медицину, включая непредвиденные обстоятельства типа русской революции, которых клиницист надеется избежать. В ходе разговора Жильберта говорила мне Робери с почтением, которое, казалось, относило скорее к моему старому другу, нежели к почившему супругу. Словно говорила этим, я знаю, как вы им восхищались. Знаете же, что я сумела понять этого замечательного человека. Однако любовь, которой она определенно уже не испытывала к своему воспоминанию, была, может быть, еще и отдаленной причиной некоторых особенностей ее теперешней жизни. Так Жильберта теперь была неразлучна с Андре. Хотя та, в первую очередь благодаря таланту супруга, а также собственному уму, проникла, конечно, не в среду германтов, но в гораздо более значительное общество, чем то, где доселе вращалась. И удивительно было, с чего бы эта маркиза де Сен-Лу решилась стать ее лучшей подругой? Дело же скорее заключалось в склонности Жильберты к тому, что она считала артистической жизнью и к некоторому социальному вырождению. Это объяснение вполне вероятно. Однако мне на ум пришло и другое. Я всегда понимал, что образы, которые, видимо, нами целокупно, как правило, являются только частичным отражением, подчас воздействием первого довольно отличного соединения, хотя и симметричного последующим, но крайне от них удаленного. Я подумал, что если каждый вечер можно встретить вместе Андре ее мужа и Жильберту, то, может быть, потому, что намного раньше стало известно, что будущий муж Андре жил с Рошелью, а затем оставил ее ради Андре. Вероятно, Жильберта тогда, находясь в своем слишком далеком и высоком обществе, ничего не знала, но она должна была узнать об этом позднее, когда Андре достаточно поднялась, а сама она опустилась, чтобы они заметили друг друга. Тогда, должно быть, на нее и подействовал авторитет женщины, ради которой Рошель была ставлена человеком, наверное, обольстительным, раз он предпочел ее, а она предпочла его Роберу. Так что, быть может, Андре напоминала Жильберте и ее юношеский роман «Любовь к Роберу», и она испытывала огромное уважение к Андре, в которую с таким постоянством был влюблен мужчина, любимый Рошелью, которую чувствовала Жильберта Сен-Лу, любил намного сильнее, чем ее самое. А может быть, напротив, подобные воспоминания не играли никакой роли в предрасположенности Жильберты к этой артистической чете, и в этом следовало видеть, как то бывает у многих просто несоотносимые наклонности светских женщин, и обучиться, и оскандалиться. Жильберта, может быть, настолько забыла Робера, насколько я Альбертину, и если даже ей и было известно, что писатель оставил Рошель ради Андре, то она никогда об этом не думала, встречаясь с ними, и это не сыграло никакой роли в ее пристрастии. Решить, было ли мое первое предположение не только возможным, но и истинным, можно было только благодаря свидетельству заинтересованных лиц. Это единственное средство, которое в подобных случаях остается, если бы в их доверии можно было обнаружить проницательность и искренность. Но первое встречается у них редко, а второе никогда. В любом случае встреча с Рошелью, ставшей теперь знаменитой актрисой, не могла доставить особенного удовольствия Жильберте. Так что я был раздосадован, когда узнал, что она будет читать стихи на этом утреннике, как обещали, воспоминания Мюссе и басни Ла Фонтена. Было слышно, как принцесса де Германт повторяет с некоторой экзальтацией и полязгиванием, объяснявшимся вставными челюстями. Да это же наше общество, наш клан. Как я люблю эту юность, такую умную, такую деятельную. Ах, как вы мужикальны! И она воткнула крупный монокль в круглый глаз, слегка улыбающийся, слегка извиняющийся, что не может сохранить свою веселость надолго, до конца участвовать в жизни нашего клана. Но что тянет вас на такие людные мероприятия, спросила меня Жильберт. Вот уж не представляла, что встречу вас на этой живодерне. Само собой, я рассчитывала встретить вас где угодно, но не на одном из приемов у тетки, благо тетка в наличии, добавила она с лукавинкой, ибо, будучи госпожой де Сен-Лу, несколько дольше, чем госпожа Вердюрен, принцессой, она считала, что принадлежит к истинным германтам, и была поражена мезальянсом, совершенным дядей при женитьбе на госпоже Вердюрен, мезальянсом осмеянным, к тому же тысячу раз при ней в семье. Естественно, что только за спиной Жильберты говорили о мезальянсе, связанном с женитьбой на ней Сен-Лу. Она испытывала, впрочем, тем больше презрения к этой поддельной тетке, что в связи с некоторой извращенностью, благодаря которой интеллигентная публика избегает разбитных манер, и свойственной пожилым людям потребности предаваться воспоминаниям, ну и, наконец, чтобы попытаться предать прошлому новую изысканность, принцесса де Германт любила говорить о Жильберте. Я скажу вам, что для меня это не новое знакомство. Я так дружила с матерью этой милашки. Знаете же, это была большая подруга моей кузины Марсант. Именно у меня она познакомилась с отцом Жильберт. Что до бедного Сен-Лу, то я уже давно знаю всю его семью. Его дядя некогда был моим близким другом в Распельер. Видите, вердурены, это не совсем богема, говорили мне люди, наслушавшиеся подобных речей принцессы де Германт. Они всегда были друзьями семьи госпожи де Сен-Лу. Может быть, один я знал, благодаря дедушке, что вердурены и на самом деле не были богемой. Но если они и не были ею, то вовсе не от того, что дружили с Одеттой. Рассказы о прошлом, никому уже неизвестном, приукрашиваются так же легко, как рассказы путешественников о странах, куда никто никогда не ездил. В конце концов, заключила Жильберта, раз уж вы иногда сходите со своего столпа, не больше бы вам подошли скромные вечеринки у меня в узком кругу, куда я пригласила бы симпатичных и умных людей. Такие столпотворения, как здесь, все-таки вам противопоказаны. Я видела, что вы болтали с моей теткой Арианой. У нее, конечно, много достоинств, но не правда ли, не будет большой ошибкой сказать, что она не принадлежит к мыслящей элите. Я не мог ввести Жильберту в курс мыслей, посетивших меня за последний час, но мне показалось, что в смысле развлечений она могла бы мне кое в чем поспособствовать, хоть я и понимал, что литературные разговоры с герцогиней де Германт развлекли бы меня не больше, чем подобные разговоры с госпожой де Сен-Лу. Конечно, с завтрашнего дня я собирался возобновить, хотя на этот раз и не так бесцельно, жизнь в одиночестве. Во время работы я не позволю даже приходить ко мне, ибо долг написать произведение возобладал над обязанностью быть вежливым, даже приветливым. Наверное, они будут настойчивы, потому что не виделись со мной очень долго. Встретившись теперь, они решат, что я выздоровел, ибо когда их дневные и жизненные заботы будут окончены или прерваны, они будут испытывать ту же потребность во мне, какую я испытывал некогда, когда мне нужен был Сен-Лу, потому что, как я об этом догадался уже в Кумбре, когда собирался было, не говоря об этом родителям, следовать самым похвальным намерениям, именно в тот момент на меня посыпались упреки, внутренние циферблаты разных людей не совпадают на одном и том же часе. На одном бьет час отдыха, на другом час работы. у судьи еще час наказания, а у преступника час раскаяния и глубокого перерождения пробил уже давно. Но мне хватило бы смелости ответить пришедшим или пославшим за мной, что у меня, из-за тех существенных предметов, в которых мне надо незамедлительно разобраться, неотложная, архиважная встреча с самим собой. Хотя, однако, связь между нашим подлинным я и тем вторым очень слаба, но из-за их омонимичности и общего двум телам самоотречения, заставляющие нас приносить в жертву более легкие обязанности и даже удовольствия, кажется другим эгоизмом. И все-таки не для того ли я буду жить вдали, чтобы заняться ими, сетовавшими, что не видится со мною, чтобы заняться ими основательней, чего у меня не получалось в их обществе, чтобы попытаться раскрыть их, сделать так, чтобы они состоялись. Что толку, если бы еще много лет я тратил вечера, выталкивая из себя в ответ на эхо чужих, едва выдохнутых слов, столь же напрасное звучание собственных, ради бесплодного удовольствия светского общения, исключающего всякое вдохновение. Не лучше ли будет, если я попытаюсь описать кривую их жестов, слов, жизни, характеров и выведу из них некую закономерность? К сожалению, надо было бороться с привычкой ставить себя на место других, которая, хотя и благоприятствует разработке произведения, тормозит его исполнение. Благодаря ей мы из лишней вежливости жертвуем ради других не только своими удовольствиями, но и долгом. И наш долг, даже если он заключается для того, кто не смог принести бы никакой пользы фронта в том, чтобы оставаться в тылу, где он как раз полезен, стоит нам поставить себя на место других, наперекор действительности представляется нашим удовольствием. И так, как в отличие от стольких великих людей, в жизни без друзей, без болтовни, я не находил ничего трагического, я ясно понимал, что воодушевление, расходуемое в дружбе, ложная дверь, выходящая на личную дружбу, ни к чему не ведущую, и отвращающая от истины, которой этого одушевления могло нас привести. Но затем, когда перерывы отдохновения и общения станут для меня необходимы, на крайний случай, я, наверное, подобно той лошади, что питалась исключительно розами, прописал бы своему воображению не столько интеллектуальные разговоры, которые в свете считают полезными для писателей, сколько, как изысканную пищу, легкие увлечения юными девушками в цвету. Внезапно мне вновь захотелось именно того, о чем я страстно мечтал в Бальбеке, когда еще не перезнакомившись с ними, видел, как шествуют к ромкой морю Альбертина, Андре и их подружки. Но, увы, мне уже не удастся встретить именно тех, кого в этот момент я так вожделел. Действие лет, изменившее всех, кого я сегодня увидел, даже и Жильберту, конечно же, сделало бы уцелевших женщин, в том числе и Альбертину, если бы она не погибла, сильно отличными от тех, кого я вспоминал. Мне было мучительно встречаться с ними, ибо время, меняя людей, оставляет цельным их образ. Нет ничего печальней, чем это несогласие между порчей и незыблемостью воспоминания, когда мы понимаем, то, что в нашей памяти сохранилось столько свежести, уже не будет таким в жизни. Мы не можем приблизиться извне к тому, что внутри нас кажется таким прекрасным, к тому, что возбуждает наше, несмотря ни на что, столь интимное желание снова ее увидеть. И мы ищем ее в существе примерно тех же лет, то есть в ком-то другом. Дело в том, что, как мне уже случалось догадываться, то, что в вожделенной женщине кажется неповторимым, в действительности ей не принадлежит. Но прошедшее время еще сильнее уверило меня в этом, поскольку спустя двадцать лет я инстинктивно намеревался искать встреч не с теми девушками, которых знал, но с теми, которые были юными теперь, как те тогда. Впрочем, это не только пробуждение плотских желаний, не сообщающихся с какой-либо реальностью, потому что оно не принимает в расчет истекшее время. Я когда-то алкал, чтобы каким-то чудом ко мне вошли живые, несмотря на то, что я знал, что их нет, бабушка и Альбертина. Я верил, что увижу их, мое сердце к ним устремлялось. Я забыл только, что, если бы они действительно были живы, теперь Альбертина выглядела бы примерно как госпожа Котар в Бальбеке. Я не увидел бы больше красивого, спокойного, улыбающегося лица бабушки. Ей перевалило бы уже за девяносто. «Каким я представлял его теперь с тем же самоуправством, с каким Богу-отцу навесили бороду или в семнадцатом веке облачали гомеровских героев в дворянские одеяния, не думая о времени, в котором они жили». Я посмотрел на Жильберту и не подумал, я хочу ее снова увидеть, но сказал ей, что она доставила бы мне огромное удовольствие, пригласив меня вместе с очень юными девушками среднего достатка, если это возможно, чтобы ямко обрадовать их небольшими подарками. Ничего, впрочем, не требуя, кроме возрождения былых мечтаний, было грусти, может быть, какой-нибудь невозможный день целомудренного поцелуя. Жильберта улыбнулась и серьезно о чем-то задумалась. Эльстир видел перед собой в жене воплощение венецианской красоты и часто изображал этот идеал в своих полотнах. И я извинял себя за то, что меня влекло из некоторого эстетического эгоизма к прекрасным женщинам, которые могли причинить мне страдания, что во мне было некоторое чувство идолопоклонства к будущим Жильбертам, будущим герцогиням Дагермант, будущим Альбертинам, которых я могу еще встретить и которые, казалось, вдохновят меня как скульптора, прогуливающегося среди прекрасных античных статуй. Мне бы стоило, однако, подумать, что каждая из них предшествовала, обволакивая их чувства тайны. И вместо того, чтобы просить Жильберту познакомить меня с юными девушками, лучше было бы отправиться в те места, где ничто не может связать нас с ними, где между ними и тобой чувствуется что-то непреодолимое, где в двух шагах на пляже, собираясь купаться, ты чувствуешь, что их отделяет от тебя невозможность. Чувства тайны, ощущения волшебства, вместе с тем остается возможность для мистерии, символического образа глубинных жизненных процессов, доступных лишь опосредованно. Только так это чувство тайны могло последовательно накладываться на Жильберту, герцогиню де Германт, Альбертину, стольких других. Конечно, неизвестное и недосягаемое становится известным, близким, безразличным или мучительным, но при этом в нем сохраняется что-то от былого очарования. И как на календарях, которые почтальон, желая получить вознаграждение, приносит нам на Новый Год, не было ни одного года из моих лет, где на фронтисписе или в смутном хаосе дней не хранился бы образ женщины, которую я тогда желал. Образ подчас, тем более произвольный, что бывало, я никогда и не видел эту женщину, как в частности камеристку госпожи Пютбю, мадемуазель де Орженвиль, или иную девушку, имя которой встретилось мне в светской хронике среди роя очаровательных вальсорок. Вознаграждение — ритуализированная форма оплаты почтовых услуг в буржуазной Франции. Я угадывал, что она прекрасна, влюблялся в нее, лепил ей идеальное тело, возносящееся всей своей изысканностью над провинциальным пейзажем, где, как я прочел в справочнике замков, находилось ее родовое имение. Что до женщин мне известных, эти пейзажи были по меньшей мере двойными. Каждая из них восставала в разных точках моей жизни, возвышаясь как покровительствующее месту божество, поначалу посреди одного из этих вымышленных пейзажей, наслоение которых разграфляло мою жизнь, к которому я, мечтая о ней, ее причислил. Затем следовал вид со стороны памяти, окруженной местами, где я впервые ее увидел, который она напоминала мне, оставаясь к ним привязанной. Ибо если наша жизнь это кочевья, то память оседла, и сколько бы мы без передыху не убегали, воспоминания, прикованные к местам, из которых мы удалились, все еще увязывают с ними свою домоседную жизнь, подобно временным друзьям путешественника, появившимся у него в каком-нибудь городе, которых ему придется покинуть, когда он уедет, потому что именно там для них, никогда не путешествующих, кончится жизненный путь, словно он все еще там у подножия церкви, перед гаванью или под деревьями бульвара. Так что тень Жильберты падала не только на паперть церкви в Иль-де-Франс, где я представлял ее, но также на аллею парка неподалеку от Мезеглиза, тень госпожи Дегермант на влажную тропку, где поднимались в рогозах фиолетовые и красноватые кисти, или на утреннее золото парижского тротуара. И эта вторая особа, ведущая свое происхождение не от желания, но от воспоминания, не была для обеих этих женщин неповторима, ибо каждую я знал с разных сторон, в разные времена, когда они становились для меня другими, и сам я был другим, погруженным в мечтания другого цвета. Но закон, управлявший мечтами каждого отдельного года, собирал вокруг них воспоминания о женщине, тогда мне известной, и все относящиеся, например, к герцогине Дегермант, времен моего детства силой притяжения, было сгущено вокруг комбре, а все касавшееся герцогини Дегермант, собиравшееся пригласить меня на обед, вокруг совершенно отличного чувства. Много было герцогинь Дегермант, и, начиная с дамы в розовом, много было мадам Сван, разделенных бесцветным эфиром лет, и у меня не лучше получалось перескочить от одной к другой, чем если бы мне необходимо было покинуть планету и переправиться на другую, отделенную от этой эфиром. Не только разделенные, но и отличные друг от друга, украшенные моими мечтами разных лет, словно особой флорой, не существующей на другой планете, до такой степени разной, что, решив уже, что я не пойду обедать ни к госпоже де Форшвиль, ни к госпоже де Германт, я не мог и вообразить себе. Если бы я подобное представил, то оказался бы в другом мире, хотя во мне некто осведомленный утверждал об этом с авторитетом ученого, уверявшего, что Млечный Путь возник от дробления одной звезды, что первое не было отлично от госпожи де Германт, ведущей свое происхождение от Женевьевы Брабанской, а вторая от дамы в розовом. Женевьева Брабанская, герцогиня де Германт, ведет свое происхождение от героини Средневековья, включенной в золотую легенду. Так Жильберта, у которой я просил, не отдавая себе в том отчета позволения дружить с девушками, такими, какой некогда была она, стала для меня только госпожой де Сен-Лу. Я не помышлял больше, глядя на нее, а значение, которое сыграло в моей любви, оно было забытое ею, восхищение Берготом, снова ставшим для меня просто автором своих книжек, даже не памятуя, помимо редких и случайных воспоминаний, о моем смятении, когда меня ему представляли разочарование, изумление от особенностей его речи в белой гостиной, уставленной фиалками, куда приносили столь рано, на столько разных столиков, столько ламп. В действительности воспоминания, составившие первую мадемуазель Сван, были отрезаны от Жильберты теперешней, обиваемые ароматом боярышника, они были удержаны вдали силами тяготения другого универсума. Фраза Бергота, с которой у них было одно тело. Сегодняшняя отрывочная Жильберта выслушала мою просьбу с улыбкой. Затем погрузилась в серьезные размышления. И я был очень этому рад, потому что это помешало ей заметить группу, увидеть которую ей навряд ли было бы приятно. Это была герцогиня де Германт, воодушевленная беседой с жуткой старухой. Я разглядывал ее и никак не мог понять, кем она была. Она не напоминала мне никого. На самом Жильберты болтала в этот момент с Рашелью, прославленной актрисой, собиравшейся прочесть на утреннике стихи Виктора Гюго и Ла Фонтена. Герцогиня очень давно удостоверилась в том, что занимает лучшее положение в Париже, не понимая, что подобное положение существует только в душах, признающих его таковым, что большинство новых лиц никогда о ней ничего не слышавших, не встречавших ее имя в отчете о каком-либо блестящем празднестве, полагают, что в действительности она не занимает никакого положения. Как можно реже, с большими промежутками, превозмогая скуку, посещала Сен-Жерменское предместье, наскучившее, по ее словам, до смерти, но зато позволяла себе причуды, например, обед с той или иной актрисой, которую находила восхитительной. В ее новой среде, оставшись, однако, все той же, хотя сама она так не считала, она по-прежнему полагала, что слегка скучать свидетельствует об интеллектуальном превосходстве, но выражалось это ею с некоего рода грубостью и даже в голосе слышалось хрипотца. Стоило мне заговорить обрешо, как она ответила, он меня извел за эти двадцать лет. А когда госпожа де Камбре мэр сказала, перечитайте, что Шопенгауэр пишет о музыке, она отметила эту фразу, хмыкнув, перечитайте, это шедевр, но это, пожалуй, будет трудновато. Старый Дальбон улыбнулся, признав проявление духа германтов. Жильберта, будучи более современной, осталась бесстрастна. Хотя она и была дочерью Свана, словно утка, высяженная курицей, она была романтичней и сказала, я нахожу это славным, в этом есть что-то трогательное. Я рассказал госпоже де Германт о своей встрече с господином де Шарлю. По ее мнению, он опустился еще ниже, чем на самом деле, ибо светские люди отмечают разницу в том, что касается ума, не только между несколькими светскими людьми, у которых он почти не отличается, но даже в одном и том же человеке, в различные периоды его жизни. Затем она добавила, он всегда был портретом моей свекрови. Но теперь это просто поразительно. В этом сходстве нет ничего необычного, известно, что некоторые женщины могут проявиться в другом существе с величайшей точностью, и единственная погрешность заключена, так сказать, в половой принадлежности. Ошибка, о которой не скажешь, феликс кулпа, ибо пол скажется и на личности, женственная утонченность у мужчины становится жеманством, скрытой обидчивостью и так далее. Феликс кулпа, счастливая, ведущая к удаче, ошибка, латинское выражение. Оно восходит к святому Августину. Неважно, на лице ли, будь оно бородато, на щеках ли, рдеющих даже под бакенбардами, но определенные черты, совпадающие с материнским портретом, найдутся. Изыщется ли такой старый шарлю, такая развалина, в которой мы не обнаружили бы под слоями жира и рисовой пудры изумляюсь, какие-то осколки прекрасной женщины в ее вечной юности. В этот момент вошел Мурель. Герцогиня была с ним так любезна, что я даже несколько смутился. Я не принимаю участия в ссорах семьи, заметила она. Вы не находите, что семейные ссоры это скучно? Ибо если за эти двадцатилетние отрезки конгломераты кружков рушились и преобразовывались сообразно притяжению новых светил, впрочем, тоже обреченных удалиться, чтобы затем явиться снова, кристаллизации, затем дробления, за которыми следовали новые кристаллизации, происходили и в душах людей. Если для меня госпожа Дагермант была многолика, то для госпожи Дагермант, госпожи сван и так далее, тот или иной человек был любимцем во времена предшествующие делу Дрейфуса, а затем фанатиком или слабоумным в начале дела, которое заставило их по-новому оценить людей и по-иному распределить партии, снова затем разрушавшиеся и воссоздававшиеся. Этому весьма способствует, влияя на чисто интеллектуальное сходство, истекшее время, с которым мы забываем свои антипатии и ненависть, даже причины, которыми объясняются наши антипатии и наша ненависть. Если рассмотреть под этим углом положение юной госпожи Дагермант, то мы обнаружим, что она была дочкой торговца из нашего дома Жюпьена и если что и добавилась для большего блеска, так только то, что ее отец поставлял мужчин господину Де Шарлю. Обычно упоминается, что она была племянницей Жюпьена. К настоящему времени она давно мертва. Впрочем, воскресенье не редкость для персонажей писателя. Обычно при таких перемещениях из живых в мертвые, из мертвых в живые говорят о спешной правке плохом здоровье писателя и тому подобное. Это, однако, не помешало ему соблюдать четкие сюжетные линии во всем остальном. Вероятно, помимо естественного удовольствия, которые такие перемещения, как и очередные круги до Шарлю, вызывали, эти путешествующие статисты важны не сами по себе, но в их связи с вещами, на фоне которых они перемещаются. К тому же здесь сокрыт некий символ. Одной смерти им очевидно мало, хотя многим ее достаточно. В них есть что-то неувидаемое, вечное. Подобно богам, они испытывают безразличие к очередному перемещению, которое предстоит претерпеть. Впрочем, выше автор рассуждает, вспоминая Котара, о регулярном воскрешении элементов личности. И с таким подтекстом воскресение какой-либо из произвольных конфигураций выглядит вполне естественно. Однако в сочетании все это произвело ошеломляющий эффект, тогда как далекие уже причины не только были неизвестны большинству новых людей, но и, более того, были забыты теми, кто их знал, вспоминающими скорее о сегодняшнем блеске, чем о былом стыде, ибо имена дадо воспринимать в их современном употреблении. В этих трансформациях салонов интересно было то, что они тоже были действием истекшего времени и феноменом памяти. Герцогиня колебалась еще в нерешительности и с боязни, что господин Дегермант закатит такую же сцену, что и перед Бальти и Мистенгет, которых она считала неподражаемыми, хотя решительно сдружилась именно с Рошелью. Бальти и Мистенгет, Луиза 1869-1925 и Жанна 1875-1956 актрисы-певицы. Представители нового поколения заключили, что герцогиня Дегермант, несмотря на свое имя, была чуть ли не кокоткой, никогда не имевшая отношения к сливкам общества. Правда, госпоже Дегермант еще приходилось обедать с некоторыми суверенами, близость которых к ней была предметом пересудов других знатных дам. Но, с одной стороны, они приезжали редко, с другой, знались с людьми низкого звания, и герцогиня из германского пристрастия к соблюдению прежнего протокола, ибо люди достаточно образованные убивали ее, и вместе с тем сама она оценила образованность, указывала, чтобы на приглашениях значилось «Ее Величество», «Предписали», «Герцогиня Дегермант», «Соблаговолили» и так далее. Тем более, низким было положение госпожи Дегермант, заключали новички, которым эти формулы ничего не говорили. С точки зрения госпожи Дегермант, близость с Рашелью означала, что мы заблуждались, полагая, что госпожа Дегермант лицемерно и лживо порицая изысканность, полагая, что, отказываясь посещать госпожу де Сент-Верт, она поступала так не от ума, но и из снобизма, находя ее глуповатой только от того, что маркиза выставляла свой снобизм на показ, ничего этим не добившись. Однако, помимо того, близость ее с Рашелью означала, что и на самом деле умом герцогиня не блистала, что на склоне лет она не была удовлетворена своей жизнью и, устав от света, испытывала склонность ко всевозможной деятельности по причине тотального неведения подлинных интеллектуальных ценностей и игрового воображения. Это проявляется иногда в некоторых знатных дамах, думающих, как это будет мило, и оканчивающих вечер просто удручающе. В шутку они решаются разбудить кого-нибудь и в итоге не находят что сказать и, постояв недолго подле кровати в вечернем манто, удостоверившись, что уже слишком поздно, в конце концов сами идут спать. Необходимо отметить, что антипатия, испытываемая переменчивой герцогиней с недавнего времени к Жильберте, также могла внушить ей некоторое удовольствие от встреч с Рошелью, позволявших сверх того произнести одну из максим германтов, именно что они слишком многочисленны, чтобы принимать чью-либо сторону, а то и вообще носить траур. Эта независимость от «я не должна» была усилена политикой, которую пришлось усвоить в отношении господина де Шарлю, ибо если бы вы решились принять его сторону, он рассорил бы вас со всем светом. Что до Рошели, то если ей и стоило большого труда сойтись с герцогиней де Германт, эти усилия герцогине не удалось распознать под напускным презрением, намеренной неучтивостью, благодаря которым она увлеклась и уверилась в том, что чего-чего снобизма в актрисе нет, то в целом это объяснялось влечением, которое с определенного момента испытывают светские люди к заматерелой богеме, тождественном тому, какое сама богема испытывает к свету. Двойная волна в политической области, соответствующая взаимному любопытству и желанию войти в союз, испытываемом сражающимися народами. Но желание Рошели могло объясняться и более личной причиной. Именно у госпожи де Германт, именно от нее, она получила некогда ужаснейшее оскорбление. Рошель в глубине души не забыла об этом, не простила, но непререкаемый авторитет, приобретенный герцогиней в ее глазах, уже не должен был изгладиться никогда. Выше развивается концепция любви, пропорциональной унижением и обидам. По сути, в чувстве героев поисков, нет ничего особенного, если над этим чувством не происходит надругательство со стороны партнера. Тогда оно становится необъяснимым, потому что простить надругательство нельзя и в качестве компенсации божественным. Однако беседа, от которой мне хотелось отвлечь внимание Жильберты, была прервана, так как хозяйке дома понадобилась актриса, которую пора было читать, и вскоре, оставив герцогиню, актриса появилась на эстраде. В это время на другом конце Парижа разыгрывалось совершенно иное действие. Берма, как я уже говорил, зазвала нескольких человек на чай, чтобы чествовать дочь и зять. Приглашенные не торопились. Узнав, что Рошель читает стихи у принцессы де Германт, что сильно возмутило Берма, великую актрису, для которой Рошель так и осталась потаскушкой, допущенной к участию в спектаклях, где сама Берма играла первые роли лишь потому, что Сен-Лу оплачивал ее театральные костюмы, возмущение тем более сильное, что Париж облетела новость, будто приглашение от имени принцессы де Германт раздавало Рошель, Берма еще раз настойчиво написала нескольким постоянным гостям, чтобы они не пропустили ее полдник, так как знала, что они также дружат с принцессой де Германт, известной им еще как Вердюрен. Однако время шло, но никто к Берма не явился. Блок, у которого спросили, придет ли он, простодушно ответил, нет, я уже лучше пойду к принцессе де Германт. Увы, нечто подобное в глубине души решил каждый. Берма, страдавшая от неизлечимой болезни, из-за которой она уже мало с кем общалась, чувствовала, как ее состояние ухудшается, но чтобы удовлетворить чрезмерные запросы дочери, которые болезненные и ленивые зять, удовлетворить был не в состоянии, она снова вышла на сцену. Она знала, что этим сокращает свою жизнь, но ей хотелось доставить удовольствие дочке большим гонораром и зятю, которого она ненавидела и которому угождала. Зная, как его обожает дочь, она боялась его рассердить, чтобы он по злобе не лишил ее встреч с нею. Дочь Берма, втайне любимая врачом лечащим ее мужа, позволила себя убедить, что представление Федры не очень опасно для матери. В некоторой степени она и вынудила врача сказать так, только это и удержав в памяти из ответа и предостережений, которых не запомнила. Да врач и в самом деле сказал, что не видит большого вреда в этих спектаклях. Он сказал так, потому что чувствовал, что этим доставит удовольствие любимой женщине, может быть, от невежества, и потому что знал, что болезнь все равно неизлечима, ибо мы охотно смиряемся с сокращением мучений больного, когда то, что за этим последует, выгодно нам самим, может быть, также от глупой мысли, что это доставит удовольствие Берма и, следовательно, принесет ей благо, глупой мысли, в истинности которой он удостоверился, когда, так как ему предоставили ложу детей Берма, и для этого он дал дёру от всех своих больных, он обнаружил, что на сцене её переполняла жизнь, тогда как дома она, казалось, была уже безжизненна. И действительно, привычки позволяют в значительной мере даже нашим органам приспособиться к существованию, которое, как поначалу, казалось невыносимо. Кто не видел сердечника, ветерана манежа, вытворяющего сложные номера, в то время как трудно было бы поверить, что больное сердце может это выдержать. Берма не меньше привыкла к сцене, к потребностям которой её органы прекрасно приспособились и могла создать, усердствуя с незаметной для публики осторожностью, видимость отменного здоровья, смущенного чисто нервной и воображаемой болезнью. И хотя после сцены объяснения с Ипполитом Берма чувствовала, что ей предстоит провести жуткую ночь, её поклонники неистово аплодировали, провозглашая, что сегодня она восхитительна как никогда. Она вернулась с дикими болями, но была счастлива, что принесла дочери голубые билеты, которые из шалости состарившиеся дочки актёров привычно прятала в чулок, откуда с гордостью их достала, надеясь на улыбку поцелуй. К несчастью, благодаря этим билетам зять и дочка смогли ещё кое-что приобрести для своего особняка, соседствующего с особняком матери, и непрекращающиеся удары молотка прерывали сон, который был так нужен великой трагической актрисе. Согласно капризам моды, чтобы угодить вкусу господина ДХ и ДУ, которых они надеялись принимать, они перестраивали комнату за комнатой. Берма чувствовала, что лишь сон мог успокоить боль, и что он ускользнул от неё. Она смирилась с тем, что уже не заснёт. не без затаённого презрения к этим изыскам, предвещавшим её смерть, сделавшим пыткой последние дни. Может быть, от этого она презирала их. Естественная месть тому, кто причиняет нам страдания и кому мы бессильны противостоять. Но от того также, что, сознавая свой гений, с самых юных лет, усвоив безразличие клеянием моды, сама она осталась верна традиции и всегда её почитала. Она стала её воплощением и судила о вещах и людях по меркам тридцатилетней давности. В частности, она расценивала Рошель не как модную актрису, чем та сегодня стала, но как шлюшку, какой она её знала давно. Впрочем, Берма была не лучше дочери, и именно от неё дочь заимствовала по наследству из-за заразительности примера, который от более чем естественного восхищения был ещё действенней, эгоизм, безжалостную язвительность, неосознанную жестокость. Только все это берма приносила в жертву своей дочери и посредством всего от этого освобождалась. Впрочем, даже если бы дочь берма и не была непрестанно занята рабочими, она всё равно изводила бы мать, как притягательные, жестокие и лёгкие силы юности утомляют старость, болезнь, для которых обременительно жажда брать с них пример. Новые обеды случались постоянно. Считали, что берма проявит эгоизм, если её дочь этих обедов лишится, если берма не будет присутствовать на них, в то время как ставка была сделана, с таким трудом заманив недавних знакомых, их приходилось всячески улещивать, именно на обаяние знаменитой матери. Из любезности её обещали этим знакомым на одном празднестве вне дома. Бедная мать, занятая главным образом в своём тет-а-тет со смертью подворившейся в душе, должна была рано встать, выйти. И, более того, так как примерно в это время Рыжан во всём блеске своего таланта выступала за границей, где имела огромный успех, зять счёл, что Берма не может позволить затмить своё дарование, и чтобы семья снискала то же изобилие славы, отправил Берма в турне, где её пришлось колоть морфином. Это могло привести к смерти из-за состояния её почек. Рыжан Габриэль 1856-1920 актриса В этот день, день празднества у принцессы Дегерманд, те же самые чары блеска, социального престижа, жизни, словно насосом, силой пневматической машины, вытянули и привели туда даже самых верных почитателей Берма, в душе которой, напротив, именно из-за этого воцарились абсолютная пустота и их смерть. Пришёл только один молодой человек, который предполагал, что празднество у Берма будет так же блестящим, хотя и не был в этом вполне уверен. Когда Берма поняла, что час пробил, что все оставили её, она приказала поставить чай, и они уселись вокруг стола, словно на тризне. Ничто больше в облике Берма не напоминало женщину, фотография которой так сильно меня взволновала. На лице у Берма, как говорят в народе, была написана смерть. На этот раз в ней действительно было много от статуи Эрехтейона. Храм Афины и Посейдона в Акрополе, построенный на том месте, где они спорили из-за обладания Аттикой. Статуи имеются в виду статуи портика Креатит. Затверделые мышцы уже наполовину окаменели. Они напоминали лентообразный орнамент, сбегавший со щек. В умирающих глазах можно было заметить что-то живое, но лишь по контрасту с жуткой костенеющей маской. Они едва блестели, как змея, заснувшая среди камней. Молодой человек, присевший к столу из вежливости, поглядывал на часы. Его тянуло на блистательное празднество германтов. Берма не высказала и слова упрека по поводу оставивших ее друзей, наивно надеявшихся, что она так и не узнает об их присутствии у германтов. Она пробормотала только «Женщина типа Порошели» устраивает празднество у принцессы де Германт. Чтобы увидеть такое, надо съездить в Париж. И безмолвно, медленно и торжественно вкушала запрещенные пирожные, словно справляя похоронный ритуал. Полдник был тем печальней, что зять сердился. Рошель, с которой они с женой были в близких отношениях, их не пригласила. Червячок заточил его сильней, когда пришедший юноша сказал ему, что он достаточно близок с Рошелью, чтобы, если он тотчас отправится к германтам, упросить ее в последнюю минуту пригласить и эту пару. Но дочь Берма отлично знала, как сильно мать презирает Рошель, что она убила бы ее, если бы узнала, что дочь выпрашивала приглашение удавишней потаскухи. Так что молодому человеку и мужу она сказала, что это невозможно. Но за себя обиделась, надула губки, и во время чаепития всем своим видом показывала, как тянет ее к удовольствиям, и какая тоска лишится радостей из-за этой гениальной матери. Берма оказалась не замечала ужимок дочери, и время от времени обращалась умирающим голосом с какой-нибудь любезностью к молодому человеку, единственному пришедшему из приглашенных. Но стоило воздушному напору, сметавшему к германтам все, унесшему и меня усилиться, как он встал и ушел, оставив Федору или смерть, было не вполне ясно, кого из этих двух персонажей она представляла, вкушать с дочерью и зятем погребальные пирожные. Нас прервал голос актрисы, вышедшей на эстраду. Ее игра была искусна, и эта игра подразумевала, что стихотворения, которые актриса должна была прочесть, существовали как некое целое и дочитки, и из этого целого нам был известен лишь отрывок. Будто актриса шла к нам навстречу и лишь сейчас оказалась в пределах слышимости. Объявление почти всем известных произведений само по себе доставило удовольствие. Но стоило увидеть, как Рошель, еще не приступив к чтению, стала шарить повсюду взглядом, словно заблудилась, воздела руки, словно молит о чем-то, испустила первое слово, словно стон, и присутствующие ощутили неловкость, почти покоробленные такой демонстрации чувств. Никто и не думал, что чтение стихов может быть таким. Постепенно мы привыкаем, то есть забываем первое неловкое ощущение, выискиваем, что может быть в этом хорошего, сопоставляя в уме различные манеры чтения, чтобы решить «это лучше, это хуже». Но впервые услышав, как в суде, когда адвокат по ходу рассмотрения простого дела, делает шаг вперед, поднимает в воздух руку, с которой не спадает тога и угрожающе начинает свою речь, мы не осмеливаемся смотреть на соседей. Нам кажется очевидным, что это комично, но в конечном счете может быть окажется величественным и мы выжидаем, когда обстановка прояснится. Так или иначе, аудитория была озадачена, увидев, как эта кривоногая женщина, еще не издав ни единого звука, сгибает колени, вытягивает руки, словно боюкая что-то невидимое, и, произнося известные стихи, лепечет их, как молитву. Присутствующие переглядывались, не вполне понимая, как к этому отнестись. Несколько плохо воспитанных юнцов задыхались от глупого смеха, каждый украдкой бросал на соседа потаенный взгляд, как на изысканных обедах, когда обнаружив подле себя неизвестное приспособление вилку-комару, ситечко для сахара и тому подобное, предназначение которого и способ обращения с которым неведомы, следят за более авторитетным гостем в надежде, что тот употребит его прежде и выведет тем самым из затруднения. Иные поступают подобным образом, если кто-нибудь цитирует неизвестный стих, желая показать, что на самом деле они его знают, будто пропуская вперед возле двери в порядке одолжения, доставляют удовольствие кому-нибудь, более осведомленному уточнить, чьему перу это принадлежит. Так, слушая актрису, присутствующие выжидали, опустив голову, но стреляя взглядами, что другие возьмут на себя инициативу смеяться или критиковать, плакать или аплодировать. Госпожа де Форшвиль, специально приехавшая из Германта, откуда герцогиню чуть ли не изгнали, приняла выжидательное и напряженное выражение, почти решительно неприятное, либо чтобы показать, что она дока и пришла не как светская дама, либо из враждебности к не столь сведущим в литературе людям, которые могли осмелиться заговорить с ней о чем-то еще, либо от внутреннего напряжения, пытаясь понять, нравится ей это или нет, или, может быть, потому, что, все еще находя это интересным, она, по меньшей мере, не одобряла манеру произносить некоторые стихи. Такую же позу, казалось, скорее должна была принять принцесса де Германт. Но происходящее имело место у нее дома, и, став столь же богатой, сколь и скупой, она рассчитывала отблагодарить Рошель пятью розами, а потому ударяла в ладони. Она подстрекала общий восторг и делала прессу, непрестанно испуская радостные восклицания. Только в этом она проявлялась как госпожа Вердурен. Казалось, стихи она слушала ради собственного удовольствия, поскольку у нее было желание, чтобы к ней пришли и почитали ей одной. Здесь же, правда, случайно оказалось чуть ли не пятьсот друзей, которым она словно по секрету позволила участвовать в собственном наслаждении. Так или иначе, я заметил без какого-либо самолюбивого удовлетворения, ибо она была стара и отвратительно, что актриса строит мне глазки, впрочем, довольно сдержанно. По ходу чтения в ее глазах пробегало мерцание затаенной проницательной улыбки, казавшейся приманкой на согласие, которое она хотела от меня заполучить. Тем не менее, несколько старых дам, неприученных к поэтическим чтениям, спрашивали у соседей, вы видели, намекая на торжественную трагическую мимику актрисы, которую они не знали, как истолковать. Герцогиня Дагерман слегка поколебавшись, обозначила победу, воскликнув это восхитительно, прямо посреди стихотворения, которое, как она считала, уже подошло к концу. Многие присутствующие отметили это восклицание одобрительным взглядом, наклоном головы, чтобы показать не столько, может быть, принятие манеры читать, сколько свою близость к герцогине. Когда чтение закончилось, поскольку мы сидели недалеко от актрисы, я услышал, как она поблагодарила госпожу Дагермант, и в то же время, пользуясь тем, что я нахожусь поблизости, повернулась ко мне и грациозно меня приветствовала. Тут я понял, что эта особа должна быть мне знакома, ибо в отличие от пылких взглядов сына господина де Вагубер, которое я принял за приветствие какого-то заблуждающегося на мой счет, то, что я принял за страстные взгляды актрисы, должно было всего лишь ободрить меня на узнавание и приветствие. Согласно одному из вариантов, из которых писатель не сделал окончательного выбора, главный герой еще не узнал Рашили. В отличие от пылких взглядов сына господина де Вагубера, вернее, его духа, призрака, залетевшего к германтам, похороны тела описаны в письме Сен-Лу. Царство мертвых в этом собрании представлено также дочкой племянницы Жупьена и маркизой Дарпажон, присутствующая какая бестактность, обсуждают, когда и отчего она умерла. Я поклонился ей, улыбаясь в ответ. Я уверена, что он не узнал меня, сказала чтица герцогини. Ну что вы, ответил я убежденно, я узнал вас прекрасно, ну и кто же я? Мое положение было щекотливым. Мне было нечего сказать. По счастью, пока уверенно читая прекраснейшие стихи Ла Фонтена, эта женщина только и думала, либо по доброте, либо по глупости, либо от замешательства, поздороваться со мной по ходу чтения тех же прекраснейших стихов, Блок готовился, когда чтение подойдет к концу, подскочить, как осажденный, пробующий еще один выход, и, пройдя, если не по телам, то по меньшей мере по ногам соседей, поздравить чтицу, то ли от ошибочных представлений о чтении стихов вообще, то ли желая выставить себя на всеобщее обозрение. «Как же странно увидеть здесь Рошель», сказал он мне на ухо. Это магическое имя мгновенно разбило волшебство, предавшее любовнице Сен-Лу неизвестную форму отвратительной старухи. «Стоило мне услышать, кто это, как я тут же узнал ее». «Это было прекрасно», сказал ей Блок, и, произнеся эти нехитрые слова и удовлетворившись этим, отправился обратно, встретив на своем пути много сложностей и, производя столько шума, чтобы добраться до своего мест, что Рошелли пришлось ждать более пяти минут, прежде чем приступить ко второму стихотворению. Когда она закончила второе, двух голубей, госпожа де Мориан Вальд подошла к госпоже де Сен-Лу и, памятуя о большой ее начитанности, но забыв, что ей достался по наследству острый саркастический нрав отца, спросила «Это ведь басня Ла-Фонтена, не так ли?» Полагаю, что она узнала, но не будучи в том абсолютно уверена, ибо басню Ла-Фонтена она знала плоховато, да и сверх того считала Ла-Фонтена детским автором, которого не читают в свете. Чтобы встретить такой успех, артистка, наверное, пародировала Ла-Фонтена, думала милая дама. Однако Жильберта против своей воли подтвердила эту мысль, ибо она не любила Рошели, и, желая сказать только, что ничего от басни в подобном прочтении не осталось, она сказала об этом слишком уж остроумно. Так сказал бы ее отец, оставлявший простодушных собеседников в сомнении относительно смысла высказанного. на четверть изобретения актрисы, на четверть безумия, четверть не имеет никакого смысла, остальное от Ла-Фонтена, что позволило госпоже де Морьян-Валь утверждать, что только что услышанное было вовсе не двумя голубями Ла-Фонтена, но обработкой, где самое большее от Ла-Фонтена осталось только четверть. Благодаря крайнему невежеству публики никто этому не удивился. Так как один из друзей Блока опоздал, тому приятно было спросить его, не слышал ли он когда-нибудь чтение Рошели. Затем он стал его расписывать в самых необыкновенных тонах, преувеличивая и неожиданно находя в рассказе об этом модернистском чтении и передаче своего впечатления странное удовольствие, не испытанное им даже отчасти, когда он ее слушал. Безжалостная механика триумфа, несмотря на субъективное неприятие автором чтения актрисы, оставляет настоящую ценность ее таланта за кадром. Вероятно, целью автора в этом отрывке был показ не Рошели, несмотря на отвращение, которое она внушала, она вполне могла быть гениальна, или, по крайней мере, представлять собой ипостась прогресса в искусстве, о котором ниже, не героев, но триумфа признания самого по себе. Настоящее искусство не нуждается, так сказано выше в декларациях и во многом другом, и совершается в тишине. То есть механика этого триумфа такова, что талант по отношению к нему нечто случайное. Затем Блок с преувеличенным волнением Фальцетом поздравил Рошель и представил ей своего приятеля, провозгласившего, что никто еще не восхищал его так, как она. А Рошель, знакомая теперь с дамами высшего света и, не отдавая себе в том отчета, подражавшая им ответила, «О, я очень польщена, ваша оценка, такая честь для меня». Друг Блока спросил ее, что она думает оберма. Бедная женщина, она, кажется, измоталась до предела. Эбни сказала, что она была совсем уж бездарна, хотя настоящего таланта в ней никогда не было, она любила только душераздирающие сцены, в конце концов она принесла пользу, и, конечно, ее игра была поживее, чем у других. Она была очень хорошим человеком, она была благородна и просто разрывалась ради других. А теперь она не зарабатывает ни су, потому что публика давно уже разлюбила то, что она делает. Впрочем, добавила она, смеясь, скажу я вам, из-за моего возраста мне понятно только то, разумеется, что было недавно, а тогда я была еще молода, чтобы ясно разобраться. она не очень хорошо читала стихи, рискнул спросить приятель блока, чтобы польстить Рашели, ответивший, разумеется, она не могла прочесть ни одного стихотворения, это была то проза, то китайский, то воляпюк, все, кроме стихов. Но я осознавал, что ход времени сам по себе не приводит по необходимости к прогрессу в искусствах. И подобно тому, как тот или иной автор 17 века, не ведавший ни о французской революции, ни о научных открытиях, ни о войне, может превосходить того или иного сегодняшнего писателя, подобно тому, как даже фагон, быть может не уступил бы Дю Бульбону, превосходство гения компенсирует здесь недостаток знаний, так же и Берма была, как говорится, наста голов выше Рошели, и время, выдвинув ее в ту же эпоху, что и Эльстира, превозносила теперь посредственность, но уже увековечила их гений. фагон, 1638-1718, медик, Дю Бульбон, тоже врач, но вымышленный. Нет ничего удивительного в том, что бывшая любовница Сен-Лу хулила Берма. Она, по-видимому, занималась этим и в молодости. Не ругай она ее тогда, она не занималась бы этим теперь. Если необычайно умная, восхитительно добрая светская женщина становится актрисой, обнаруживает в новом для себя ремесле большие таланты, встречает на своем пути только признание, то мы непременно удивимся, по прошествии многих лет услышав от нее не былую речь, но язык комедианток, их особые насмешки над товарищами, то, что прибавляют к человеческой сущности тридцать лет сцены. Для Рошелли они прошли, и общество она не покидала. Можно говорить что угодно, но это потрясающе, это изящно, в этом есть что-то характерное, это умно, так стихи не читал еще никто, сказала герцогиня, опасаясь, как бы Жильберта не раскритиковала чтение. Но та ударилась к другому кружку, дабы избежать столкновения с теткой. Госпожа Дагерман на склоне лет чувствовала в себе пробуждение новых интересов. Свет ей больше ничего не мог дать. Мысль о том, что она занимает непревзойденное положение, была для нее так же очевидна, как высота голубого неба. Она не думала, что положение, казавшееся ей несокрушимым, необходимо укреплять. Зато, предаваясь чтению, посещая театры, испытывала желание, чтобы у этих чтений, у этих спектаклей, было какое-то продолжение, как некогда в тесный садик, где пили оранжат, к ней по-родственному приходили изысканнейшие особы большого света, среди ароматных вечерних ветерков и облачков пыльцы, поддерживать в ней вкус к большому свету, так и теперь, но уже от аппетита иного рода. Ей очень хотелось узнать причины тех или иных литературных полемик, познакомиться с писателями, повстречаться с актрисами. Ее усталый дух требовал новой пищи. чтобы добраться до политиков и актрис, она сближалась с женщинами, с которыми некогда не захотела бы и обменяться визитными карточками, а те, рассчитывая принимать герцогиню, ссылались на свою близость с директором того или иного ревю. Первая приглашенная актриса полагала, что ей одной удалось проникнуть в замечательную среду, не казавшуюся таковой уже второй актрисе, стоило ей увидеть там свою предшественницу. Герцогиня, так как в определенные вечера она принимала суверенов, считала, что в ее положении ничего не изменилось. И действительно, она единственная, в чьей крови не было примесей, урожденная Германт, которой могла бы подписываться Германт Германт, если бы не писала герцогиня Дегермант, она даже своим заловком казавшаяся чем-то более драгоценным, неким Моисеем, вышедшим из вод, неким Христом, бежавшим в Египет, неким Людовиком Семнадцатым, скрывшимся из Тампля, чистым из чистых, теперь жертвовала собой ради наследственной, быть может, нужды в пище духовной, определившей уже социальное падение госпожи де Вильпаризи, да и сама она стала чем-то вроде госпожи де Вильпаризи, у которой подверженные снобизму дамы опасались встретить ту или иную даму не их круга, и которую молодые люди удостоверились в совершившемся факте, но не ведая о том, что ему предшествовало, считали какой-то герман не лучшего урожая, худшего года, некий деклассированный герман Людовик XVII 1785 1795 номинальный король Франции с 1793 года после казни родителей умер от чахотки в замке Тампль само собой разумеется спасшихся дофинов то есть самозванцев было потом очень много но так как зачастую и неплохие писатели с приближением старости или в результате перепроизводства теряют талант мы можем все-таки извинить светских женщин за потерю к определенному моменту остроумия Сван не нашел бы в очерствелом уме герцогини де Германт гибкости юной принцессы де Лом на склоне лет так как малейшее усилие вызывало в ней усталость госпожа де Германт произносила бесчисленные глупости конечно поминутно и даже много раз за этот утренник она снова становилась женщиной которую я знал и остроумно высказывала нечто о свете но частенько наряду с этим случалось что блестящее слово с прекрасным взглядом который в течение стольких лет держали под своим духовным скипетром самых видных людей Парижа искрились еще но так сказать в пустоте когда приходил момент высказать только что придуманное словечко она замолкала на те же несколько секунд как и некогда и казалось колебалась но отпущенное словцо уже ни на что не годилось впрочем лишь немногие об этом догадывались ибо благодаря преемственности приемов верили в загробное бытие этого остроумия уподобляясь людям которые суеверно привязавшись к одной кондитерской продолжают заказывать там печенье не замечая что оно стало невкусным этот спад сказался на герцогене уже во время войны стоило кому-нибудь произнести слово культура она перебивала его сияя освещала своим прекрасным взглядом и бросала культур это смешило друзей полагавших что они встретились с еще одним обращиком духа германтов конечно это была та же формовка та же интонация тот же смешок что и восхищавший Бергот к тому же последний также держал в уме свои ударные фразы свои междометия свои многоточия свои эпитеты но с той целью чтобы не говорить ничего но те что появились в свете недавно были удивлены и подчас если попадали в день когда она не была забавна и в ударе говорили до чего же она глупа герцогиня впрочем старалась не запятнать своими низкими связями тех лиц своей семьи от которых исходила ее аристократическая слава если она приглашала в театр исполняя роль покровительницы искусств министра или художника и те простодушно спрашивали не присутствует ли в зале ее заловка или муж хотя осторожная но отменно отважная герцогиня вызывающим тоном отвечала я ничего об этом не знаю стоит мне выйти из дома я уже не знаю чем занимается моя семья для политиков и художников я вдова так она устраняла необходимость резкого отпора слишком торопливым выскочкам и выговора в себе от госпожи Демарсанд и Базена я даже не могу сказать какое удовольствие мне доставляет встреча с вами боже мой когда же это мы последний раз виделись у госпожи де агрегент мы там часто встречались естественно друг мой я там часто бывал потому что Базен тогда любил ее меня действительно проще всего было встретить у его тогдашней зазнобы потому что он говорил мне не нужно пренебрегать этими визитами поначалу мне это казалось несколько неприличным эти своего рода пищеварительные приемы на которые он меня отправлял я довольно быстро освоилась но самое то досадное что я обязана была сохранять эти отношения после того как он разрывал свои я вспоминаю строчку из Гюго возьми счастье и оставь мне грусть созерцание у Гюго оставь нам стихотворение посвящено дочке выходящей замуж как в этом стихотворении я вступила однако с улыбкой но на самом деле это нечестно надо было оставить мне по отношению к его любовницам право быть ветреной потому что из-за этого несметного числа покинутых я не провожу себя больше ни дня впрочем по сравнению с теперешним то время кажется было теплей бог мой если бы он снова принялся меня обманывать это было мне только польстительно так она выразилась потому что это меня молодит герцогиня по-видимому разделяет взгляды автора она имеет ввиду что ревность воскрешает в человеке угасшую любовь я предпочла бы чтобы он вел себя как прежде пресвятая дева как давно он не обманывал меня он должно быть забыл как это делается да но нам все-таки неплохо вместе мы говорим друг с другом мы вполне друг друга любим заключила герцогиня опасаясь как бы я не подумал что они совсем уже расстались подобно тому как говорят о каком-нибудь тяжелобольном он еще очень хорошо говорит я ему читал сегодня утром целый час она добавила скажу-ка им что вы здесь ему захочется вас увидеть и она пошла к герцогу который сидя на канапе возле дамы болтал с нею меня восхитило что он остался таким же по-прежнему величественным и прекрасным разве побелел но едва завидев жену собиравшуюся ему что-то сказать он изобразил на лице такой гнев что ей оставалось лишь ретироваться он занят правда чем я не знаю но вы это сейчас увидите сказала мне госпожа дегермант предпочитая чтобы я выпутывался сам к нам подошел блок и спросил от имени своей американки о присутствовавшей среди приглашенных юной герцогине и я ответил что это племянница господина де Бриоте так как это имя ничего не говорило блоку он попросил разъяснений а Бриоте воскликнула госпожа дегермант обращаясь ко мне вы помните это как это старо как это далеко все же он был снобом все это были люди крутившиеся возле моей свекрови вам бы это было не интересно господин блок все это может быть забавно только нашему другу он познакомился с ними со всеми тогда же когда и я добавила госпожа дегермант заверив и представив этими словами с разных точек зрения долготу истекшего времени привязанности и взгляды госпожи дегермант так обновились что ретроспективно она сочла своего очаровательного бабала с новым с другой стороны он был не только удален во временном пространстве в перспективе но в чем я не отдавал себе отчета когда во времена моих первых выходов в свет считал его одним из самых знатных людей Парижа по-видимому навеки связанным с его светской историей как Кольбер с эпохой Людовика XIV также и нес на себе печать провинциальности будучи деревенским соседом старой герцогини и именно с таким Бреуте принцесса Делом познакомилась тогда-то Кольбер Жан-Батист 1619-1683 генеральный контролер финансов 1665 навеки связан благодаря Сен-Симону однако этот Бреуте лишенный своего остроумия устаревший и высланный в далекие годы что доказывало кстати что за это время он был совершенно забыт герцогиней в предместе Германта теперь во что я никогда бы не поверил в тот первый вечер в операкомик когда он предстал мне морским богом обитающим в морской пещере теперь служил связующим звеном между герцогиней и мной потому что она помнила что я его знал следовательно я был ее другом и если даже вышел не из того же круга что и она то по меньшей мере общался с теми же лицами начиная с гораздо более давних времен чем большинство теперешних она помнила об этом но достаточно отрывочно чтобы забыть некоторые детали самому мне тогда казавшиеся существенными например что я не посещал Германта и был всего-навсего комбрейским мещанином во времена когда она приехала на бракосочетание мадемуазель перспье что она не приглашала меня несмотря на все просьбы сен-лу в год последовавший за ее появлением в опера комик мне это казалось очень важным ибо именно в то время жизнь герцогини де германт я представлял своего рода раем куда мне не суждено было войти но ей самой она оказалась такой же обыденной всегдашней жизнью и поскольку я с определенного момента часто ужинал у нее и перед этим даже подружился с ее теткой и племянником она более не помнила точно когда именно началась наша дружба не понимая какую чудовищную ошибку совершает относя ее начало на несколько лет раньше словно я был знаком с недосягаемой госпожой де германт из имени германтов которые я различал в золоченых слогах тогда как всего-навсего я лишь ужинал с дамой ничем от других не отличавшись она иногда приглашала меня но не спуститься в подводную пещеру не риит а провести вечер в бенуаре ее кузины если вам нужны подробности о бреоте он впрочем того не стоит добавила она обращаясь к блок расспросите этого малыша он его кстати в сто раз интереснее он с ним ужинал у меня раз пятьдесят не у меня ли вы с ним познакомились во всяком случае у меня вы познакомились со сваном меня не менее удивило ее мнение что я мог познакомиться с господином де бреоте где-либо вне ее дома и следовательно что я посещал это общество до знакомства с нею чем ее мысль что у нее я познакомился со сваном не так лживо как жильберта когда она говорила о бреоте это давнишний деревенский сосед мне было приятно говорить с ним о Тансонвилле тогда как некогда в Тансонвилле он не общался с ее семейством я мог бы сказать это деревенский сосед частенько заходивший к нам вечерами о сване в действительности напоминавшим мне нечто не связанное с германтами как бы вам это сказать это был человек который говорил много если речь заходила о высочествах у него был набор довольно забавных историй о членах семьи германтов моей свекрови госпожа де Варанбон до того как она стала приближенной принцессы де Парм но кто сегодня знает что такое госпожа де Варанбон вот малыш он действительно все это знал но все кончилось и даже имени этих людей не существует да они и не заслуживают упоминаний буквально посмертного бытия я понял как в свете вопреки тому что он казался слитным что социальные связи дошли до максимального сопряжения и все сообщалось остаются таки местности или по меньшей мере то что от них оставило время изменившие имя и уже непостижимые для оказавшихся в них после изменения рельефа это была добрая женщина только говорила она неслыханные глупости продолжила герцогиня нечувствительная к поэзии недосягаемого как следствию времени и извлекавшая из чего угодно забавное под стать литературе жанра мейлака в духе германтов мейла канри 1831 1897 драматический автор как-то у нее появилась мания постоянно глотать таблетки которые в то время давали от кашля назывались они она добавила смеясь над столь известным тогда столь характерным названием неизвестным сегодня никому из тех кому она это говорила таблетки жеродель мадам де варанбон сказала ей моя свекровь постоянно глотая эти таблетки жеродель вы испортите себе желудок но герцогиня отвечала госпожа де варанбон как же это можно испортить желудок если это идет в бронхи и затем именно она сказала у герцогини есть корова столь прекрасная столь прекрасная что ее всегда принимают за племенного быка госпожа де герман охотно продолжила бы рассказывать истории о госпоже де варанбон известные нам сотнями но мы прекрасно знали что это имя не вызывает в невежественной памяти блока ни одного образа пробуждающегося в нас как только речь заходит о госпоже де варанбон господине де бреуте принце агрегенском по этой причине он быть может несколько преувеличивал их обаяние зато мне этот процесс был понятен но не потому что я и сам подпадал раньше под его действия ибо собственные заблуждения и глупости редко способствуют тому даже когда мы прозреваем их насквозь чтобы мы стали снисходительнее к таким же глупостям в других детали впрочем незначительные того далекого времени стали до такой степени неразличимы что кто-то спрашивавший вблизи от меня не от отца ли ее господина де форшвиля тансонвильские земли перешли к жильберте получал ответ да что вы эта земля перешла ей от семьи мужа ведь она в стороне германтов тансонвиль прямо рядом с германтом он принадлежал госпоже де марсант матери маркиза де сенлу только его заложили под большие процент так что его дали в приданные жениху и на деньги мадемуазель де форшфиль выкупили другой раз некто кому я рассказывал о сване чтобы привести пример остроумия человек той эпохи ответил мне да герцогиня дагермант пересказывала мне его словечки с этим стариком вы познакомились у нее не так ли прошедшая претерпела такие сильные изменения в уме герцогини или же разграничения существовавшие в моем всегда у нее отсутствовали и то что стало событием для меня прошло для нее незаметно что она могла предположить что я познакомился со сваном у нее а с господином де бриоте где-нибудь еще составив мне таким образом прошлое светского человека и к тому же она отодвигала его слишком далеко ибо не только я минуту назад оформив его составил представление об истекшем времени но и герцогиня причем с иллюзией обратной моей мне оно казалось короче чем было а она напротив преувеличивала его заводила слишком далеко не принимая в расчет эту необъятную разграничительную линию между моментом когда она была для меня именем потом предметом моей любви и моментом когда она стала для меня обыкновенной светской женщиной заводила слишком далеко буквально поднимала его слишком высоко прошлое уходит вверх кругам чистилища и рая однако я встречался с ней только в этот второй период когда она стала для меня другим лицом но от ее собственных глаз эти отличия ускользали в самом возможном моем появлении в ее доме двумя годами раньше она уже не находила ничего особенного поскольку не знала основываясь на другом что тогда уже стало чем-то иным и ее личность не казалась ей самой как мне прерывной я сказал ей все это напоминает мне мой первый вечер у принцессы дегермант когда я думал что ошибся и сейчас меня выставят за дверь вы были в ярко красном платье и красных туфельках боже мой как давно это было ответила герцогиня дегермант подчеркивая тем ощущения истекшего времени она грустно посмотрела вдаль однако ее мысли удержало красное платье я попросил описать его к чему она снисходительно приступила теперь такие не носят эти платья носили только тогда а разве они не были хороши спросил я она постоянно боялась сказать что-нибудь против самой себя сказать что-то что умолило бы ее ну конечно я нахожу это очень милым этого не носят потому что сейчас больше так не шьют но это снова вернется мода возвращается и на платье и в музыке и в живописи добавила она уверенно ибо полагала что в этих рассуждениях есть что-то оригинальное тем не тем не менее от грусти что она стареет в ее лице вновь проступила усталость стертая была улыбкой вы уверены что эти туфельки были красные мне кажется они были золотые я заверил что это мне помнится прекрасно не упоминая об обстоятельстве позволявшем мне так определенно утверждать как мило с вашей стороны помнить это промолвила она печально ибо женщины называют любезностью воспоминания об их красоте как художники восхищения их полотнами впрочем сколь бы далеко не ушло прошлое когда речь идет о женщине с таким умом как у герцогини можно избежать забвения помните сказала она словно в благодарность за воспоминания о платье и туфельках что в тот вечер мы с Базеном отвозили вас домой к вам должна была прийти девушка уже за полночь Базен хохотал от души подумав что вас посещают в этот час действительно тем вечером после приема у принцессы де Германт ко мне пришла Альбертина и я как и герцогиня вспомнил об этом я которому Альбертина теперь была так же безразлична как госпожа де Германт если бы она знала что девушка из-за которой я не смог зайти к ним была Альбертина дело в том что по прошествии многих лет после того как наши умершие близкие уже нас не печалят забытый прах все еще перемешан сплавлен с обстоятельствами прошедшего и хотя мы их больше не любим часто бывает что воскресив в комнату аллею дорогу по которой они проходили в такой-то час мы должны чтобы заполнить занятое ими место упомянуть о них уже не сожалея не называя их имен не разъясняя даже кем они нам приходились госпожа де Германт вряд ли знала кем была эта девушка которая должна была прийти тем вечером она не была с ней знакома и говорила об этом только из-за того что часы обстоятельства были загадочны таковы суть последние незавидные формы бессмертия неглубокие сами по себе суждения герцогини Арашели заинтересовали меня тем что показывали новый час на циферблате ибо герцогиня не меньше чем Арашель помнила об устроенном у нее вечере для этой актрисы однако ее воспоминания претерпели не меньшую трансформацию знаете сказала она мне тем интереснее ее слушать слышать что ей устраивают овацию что это я ее откопала оценила я ее стала пробивать и навязывать когда никто ее не знал и она была всеобщим посмешищем да мой друг это удивит вас но дом где она впервые выступила на публике мой дом в те времена когда все это так называемое передовое общество типа моей новой кузины сказала она иронически указывая на принцессу дегерман которая которая для арианы осталась госпожой вердюрен позволила бы ей умереть с голоду и не соблаговолила бы ее послушать я нашла что она интересна и устроила ей вечер мы созвали все сливки общества сколь бы это глупо и вычурно не звучало ибо по сути таланту никто не нужен я могу сказать что это я сделала ей имя само собой она то во мне не нуждалась я еле заметно выразил несогласие и убедился что госпожа дегерман всецело готова принять противоположное утверждение как вы считаете что талант нуждается в поддержке в ком нибудь кто вывел бы его в свет ну что же в чем то вы должны быть и правы любопытно вы говорите как раз то что мне некогда сказал дюма в таком случае меня крайне удивляет что я чему-то послужила сколь бы мало то ни было конечно не самому таланту но славе артиста госпожа дегерман по-видимому предпочла расстаться с убеждением что талант подобно абсцессу прорывается сам по себе не только от того что это было более лестно для нее но также от того что постоянно встречаясь с новыми людьми и к тому же устав она стала поскромней и теребила других выспрашивала их точку зрения чтобы определить свою вам вам можно и не говорить продолжила герцогиня что эта умная публика называющая себя светом абсолютно ничего не поняла все возмущались смеялись я напрасно говорил им это любопытно это интересно такого еще никто не делал меня не слушали как не слушали никогда тоже с отрывком который она играла что-то из метерлинг теперь он очень известен но в то время все над этим потешались я нашла его восхитительным меня даже удивляет что меня крестьянку получившую такое же образование как и все в нашем крае с первого раза впечатлило что-то подобное естественно я не смогла бы сказать почему но это мне нравилось волновало представьте вовсе не чувствительный базен был поражен как на меня это подействовало он сказал я не хочу чтобы вы слушали эту чепуху вы от этого заболеваете и это правда меня считают женщиной черствой а на самом деле я комок нервов в эту минуту произошло непредвиденное происшествие к Рошеле подошел Лакей и сказал что дочь Берма и ее зять просят позволения переговорить с ней мы помним что дочь Берма воспротивилась желанию мужа попросить приглашение у Рошели но после того как молодой гость ушел они испытали еще большую скуку подле матери их измучила мысль что другие забавляются одним словом пользуясь моментом когда Берма харкая кровью вернулась в свою комнату они наспех принарядившись взяли коляску и поехали к принцессе де Германт хотя их и не приглашали Рошель подозревая в чем дело в тайне довольная приняла высокомерный вид и сказала Лакею что выйти к ним не сможет пусть они напишут записку и объяснят причину своего странного поступка Лакей вернулся с карточкой на которой дочка Берман накорябала что она и муж не устояли против желания послушать Рошель и просят ее позволить им войти нелепость их отговорки и собственное торжество вызвали у Рошели улыбку она попросила ответить что к своему глубокому сожалению уже закончила чтение в передней где ожидала супружеская чета над двумя отверженными просителями уже зубоскалили Лакеи устыдясь своего позора и вспомнив что по сравнению с матерью Рошель была ничтожеством дочь Берма решилась довести свое ходатайство до конца ведь она отважилась на него из простой потребности наслаждений она попросила узнать словно прося Рошель об услуге раз уж невозможно ее послушать нельзя ли хотя бы пожать ей руку Рошель как раз болтала с итальянским принцем плененном как рассказывали ее большим состоянием происхождение которого мало-помалу было скрыто ее положением в свете она поняла что обстоятельства переменились и теперь дети знаменитой Берма у ее ног поведав всем как о чем-то забавном об этом инциденте она попросила впустить молодую чету о чем их не пришлось долго просить и этим одним единственным ударом они сокрушили общественное положение Берма как прежде сокрушили ее здоровье Рошель это понимала равно как и то что благодаря своей снисходительности она прослывет в свете доброй а молодая чета будет больше унижена чем если бы она ей отказала так что она встретила их с распростертыми объятиями разыгрывая роль умиленной благодетельницы нашедшей в себе силы забыть о своем величии восклицая вот же они какая радость принцесса будет в восторге она не знала что в театре считали будто приглашает именно она и быть может испугалась что если она откажет детям Берма они засомневаются не в ее доброте это то ей было безразлично а в ее влиятельности герцогиня де Германт инстинктивно удалилась ибо выказав свое стремление к свету человек терял ее уважение ее уважение вызывала лишь доброта Рошели но она повернулась бы спиной к детям Берма если бы ей их представили Рошель однако уже составляла в душе вежливую фразу которая на завтра сокрушит Берма за кулисами меня глубоко опечалило и огорчило что ваша дочь ждала в передней если бы я знала она посылала мне карточку за карточкой ей очень хотелось нанести этот удар может быть если бы она знала что этот удар будет смертельным она бы отступилась нам нравится делать людей своими жертвами но неприятно числить эти жертвы за собой и мы оставляем им жизнь впрочем в чем была ее вина ей пришлось со смехом несколько дней спустя отвечать ну это чересчур я хотела только оказать любезность ее детям кстати она никогда не была со мной любезна еще немного и меня обвинят в убийстве привожу в свидетели герцогиню казалось все плохое что живет в актерах вся искусственность театральной жизни переходит по наследству их детям упорная работа не служит выходом для фальши как у матерей и величайшие трагические актрисы часто оказываются жертвами домашних заговоров как это частенько бывало на сцене в последнем акте сыгранных ими ролей жизнь герцогини впрочем была мучительно из-за еще одного обстоятельства приведшего с другой стороны к параллельной деклассации общества в котором вращался господин де Германт последний давно успокоенный преклонным возрастом хотя и был еще крепок уже не обманывал госпожу де Германт ибо он полюбил госпожу де Форшвиль хотя никому не было известно когда эта связь началась это может показаться удивительным если вспомнить о возрасте госпожи де Форшвиль в последнем абзаце автор сообщит что герцогу уже восемьдесят три но кажется ее легкая жизнь начиналась еще в ранней молодости к тому же бывают такие женщины новые воплощения которых можно видеть раз в десять лет и это сопровождается новыми приключениями они доводят до отчаяния оставленных из-за них девушек в то время как мы считаем что они давно умерли эта эта связь умерли Она похвалялась им перед своими друзьями, которые без нее никогда не завязали бы отношений с герцогом Дегермантом. Они приходили к ней, чтобы познакомиться с ним, как ходят кокотки, чтобы познакомиться с ее любовником-сутенером. Конечно, госпожа де Форшвиль уже очень давно стала светской женщиной, но на склоне лет, опять поступив на содержание к такому надменному старику, все-таки важному для нее человеку, сама она умолилась, стараясь только, чтобы ему нравились ее новые пеньюары, и чтобы стол у нее был такой, какой он любил, листила своим друзьям, говоря им, что она ему о них рассказывала. Как говорила моему двоюродному дедушке, что рассказывала о нем великому князю, посылавшему ей папиросы. Одним словом, она неуклонно шла к тому, несмотря на свои годы светского положения и в силу новых обстоятельств, чтобы стать, кем она и предстала мне в детстве, дамой в розовом. Конечно, с тех пор, как дедушка Адольф умер, прошло много лет. Но разве может возобновлению прежней жизни помешать замена одних лиц другими? К этим новым обстоятельствам она приспособилась, наверное, и залчности, потому так же, что, будучи востребованной светом, когда ее дочь была на выданье, и затем после брака Жильберты и Сен-Лу, оставленная в стороне, она понимала, что герцог Дагермант готов для нее на все, что он приведет к ней множество герцогинь, которых, быть может, привлечет возможность подшутить над их подружкой Арианой. Может быть, ее увлекла злоба герцогини, и, исходя из женского чувства соперничества, она была просто счастлива, взяв над ней верх, вплоть до своей смерти Сен-Лу верно водил к ней жену. Не были ли они вдвоем наследниками разом господина Дагерманта и Одетты, которая, по-видимому, станет основной наследницей герцога? Впрочем, даже двое чрезвычайно разборчивых племянников, Курвуазье, госпожа де Марсант, принцесса де Транья, посещали ее, надеясь, что и они будут упомянуты в завещании. Их не беспокоило, что тем самым они могут огорчить госпожу Дагерманта. Одетта, задетая ее презрением, плохо о ней отзывалась. Благодаря связи с госпожой де Форшвиль, которая была лишь повторением его прежних увлечений, герцог Дагермант только что вторично упустил председательство в жокей-клубе, потерял кресло свободного члена в Академии изящных искусств, как соединение жизни господина де Шарлю и Жупьена на глазах у общества привело к потере баронам председательства в Союзе, а также в обществе друзей Старого Парижа. Так два брата, столь не схожие друг с другом в своих пристрастиях, лишились своего общественного положения от одной и той же лености, нехватки сил и воли. Она ощущалась, хотя и столь неприятно, еще в их дедушке, герцоге Дагерманте, члене Французской Академии. И это же свойство, благодаря естественной наклонности одного и противоестественной другого, способствовало изгнанию из общества двух его внуков. Старый герцог Дагермант уже не выходил, проводя дни и вечера дома у госпожи де Форшвиль. Но сегодня он ненадолго пришел, чтобы увидеть ее, хотя встреча с женой была ему неприятна. Я его не заметил и, наверное, не узнал бы, если бы мне на него не указали. От него остались только руины. Но руины великолепные, еще не до конца источенные временем, прекрасные и романтические, как утес в бурю. Исхлестанные со всех сторон волнами страдания и раздражения этим страданием, бушующим приливом, очертившие его смерти, лицо герцога, изборожденное как глыба, сохранило свой облик, восхищавшие меня изгибы. Оно было источено, как античная ваза, которой мы бы с радостью, хоть она и подпорчена, украсили свой рабочий кабинет. Правда, теперь его лицо принадлежало более древней эпохе, чем мне казалось раньше. Не только потому, что его сущность, в прошлом более яркая, зашершавила и загрязнилась, но еще потому, что плутоватое игривое выражение сменилось невольным и неосознанным, выведенным болезнью, борьбой со смертью, преодолением, трудом, затрачиваемым на то, чтобы жить. Жилы, утратившие пластичность, придавали некогда радостному лицу скульптурную жесткость. И хотя герцог не подозревал об этом, сквозь его затылок, щеки и лоб проглядывало существо, остервенело цепляющееся за каждую истекающую минуту и казалось опрокинутое трагическим шквалом. Белые пряди его великолепных, поредевших косм, холестали своей пеной по полузатопленному отрогу лица. Так одно приближение бури, когда все вот-вот рухнет, накладывает на скалы, что были доселе другого цвета, странные и причудливые блики. Я понял, что все эти оттенки, этот свинцово-серый, от одервенелых и изношенных щек, серый до белизны, от волнистых торчащих прядей, этот цвет, еще отображенный в полуслепых глазах, были не настолько уж нереальны, а напротив, слишком реальны, но фантастичны, заимствованные из палитры и освещения, не подражаемого в своей ужасной и пророческой черноте, обозначившей старость и близость смерти. Герцог остался лишь на несколько минут. Этого было довольно для того, чтобы я понял, что одетта, окруженная более молодыми поклонниками, несколько им пренебрегает. Но вот что любопытно. Он, некогда почти нелепый, со своими повадками театрального короля, стал поистине величествен, как и его брат, сходство с которым, сняв с него бутафорию, проявила старость. Некогда столь же надменный, как и брат, хотя и по-иному, он разве что не исполнился почтительность, правда, так же отличный от той, что была свойственна брату. Ибо он не до такой степени опустился, чтобы как брат с вежливостью забывчивого больного раскланиваться с теми, кого некогда презирал. Но он был очень стар, и когда ему понадобилось пройти через дверь и спуститься по лестнице, чтобы уйти, старость, как самое жалкое состояние человека, низвергающее его с вершин, как королея греческих трагедий, старость вынудила его остановиться на крестном пути, которым становится убогая жизнь на грани смерти, провести рукой по влажному лбу, ощупать, ища глазами путь, уходящий из-под ног, потому что ему, кажется, нужна была опора для нетвердых ног, затуманенных глаз, словно он, сам того не ведая, кротко и нежно молил других о помощи. Старость, более чем величественным, сделала его и приниженным. Он не мог обойтись без Одетты, не выползая в ее доме из своего излюбленного кресла, откуда из-за старости и подагры с трудом поднимался. Он позволял ей принимать друзей, радовавшихся, что их представят герцогу, что они ему скажут что-нибудь, что он расскажет им о старом обществе, о маркизе де Вильпаризи, о герцоге де Шартре. Так в Сен-Жерменском предместье недоступность герцога и герцогини де Германт, барона де Шарлю, утратила свою внешнюю несокрушимость, так и все вещи в этом вечно изменчивом мире, под воздействием внутреннего начала, о котором нельзя было раньше догадаться. У господина де Шарлю это была любовь к Чарли, сделавшей его рабом Вердуренов. Затем расслабленность. У госпожи де Германт склонность к новизне и искусству. У господина де Германта исключительная любовь, подобная тем, что с ним уже случались в его жизни, но которую слабость его возраста сделала более властной и слабостям, которой уже не противополагалось в опровержении светское искупление строгостью салона герцогини, где герцог больше не появлялся, да и салон был уже почти и не салон. Так изменяется облик вещей этого мира. Так средоточие господства, кадастр судеб, устав положений и все, что казалось незыблемым, вечно перестраивается, и глаза человека, достаточно пожившего, могут созерцать самые полные изменения там, где они, как ему казалось, совершенно невозможны. Иногда под взглядом старых картин, объединенных с Ваном в собрание коллекционера, довершавшего старомодный, устарелый характер этой сцены, с герцогом эпохи реставрации и этой кокоткой эпохи Второй империи в одном из ее любимых им пеньюаров, дама в розовом перебивала его, болтая, он запинался и пронзал ее разъяренным взглядом. Может быть, он замечал, что она, как и герцогиня, подчас говорит глупости, может быть, старческая мнительность подсказала ему, что это была черта неуместного остроумия, вечно прерывавшей его госпожи де Германт, и ему пригрезилось, что он во дворце германтов, как бывает со скованными хищниками, которым вдруг представится на мгновение, что они еще свободны, что они в африканской пустыне. И, резко закинув голову, своими круглыми желтыми глазами, с тем же, что и у хищника блеском, он сверлил ее долгим взглядом, который когда-то на приеме у госпожи де Германт, когда она заговаривалась, приводил меня в трепет. Точно так же теперь смотрел герцог на дерзкую даму в розовом. Но Одетта сопротивлялась и не отводила от него глаз, и по прошествии нескольких мгновений, казавшихся присутствующим очень долгими, старый укращенный хищник вспоминал, что он не на свободе, не в той сахаре, обозначенной дверным половиком у входа, но у госпожи де Форшвиль в клетке зоологического сада. Он вжимал голову в плечи с рассыпавшейся по ним еще густой гривой, о которой нельзя было сказать «Светлана» или «Бела», и заканчивал свой рассказ. Казалось, он не понял, что же госпожа де Форшвиль собиралась сказать. Да в этом, впрочем, вообще не было большого смысла. Он позволял ей принимать друзей за их совместным ужином. Из некой причуды, вынесенной им из его былых увлечений, не удивлявшей Адетту, ибо так же было у них со Сваном, и это трогало меня, ибо напоминало мне жизнь с Альбертиной, он требовал, чтобы эти люди уходили рано, чтобы он мог попрощаться с Адеттой последним. Наверное, не стоит и упоминать, что сразу же после его ухода она встречалась с другими. Но Герц с котом не подозревал, или предпочитал казаться ничего не подозревающим. Старческое зрение слабеет, как становится туже ухо, проницательность меркнет, и усталость тоже вынуждает бдительность давать отбой. И к определенному возрасту Юпитер неминуемо превращается в персонажа Мольера, даже не олимпийского любовника Алкмены, но смешного Жеронта. Смотрите, лекарь по неволе и плутни с Капеном. Впрочем, Адетта обманывала господина Дагерманта, как и заботилась о нем, без обаяния и благородства. Как и во всех других своих ролях, в этой она была посредственна. Не то, чтобы в ее жизни не было прекрасных ролей, она просто не умела их играть. И впоследствии, всякий раз, когда мне хотелось ее увидеть, я в этом не мог преуспеть, ибо господин Дагермант, потакая разом режиму и ревности, позволял ей только дневные празднества, при том еще, чтобы то были не балы. В том, что она содержалась в заточении, она откровенно созналась мне. При этом сама она исходила из нескольких соображений. Главное было в том, что она вообразила, хотя я и написал как-то к тому времени только статьи, опубликовал лишь очерки, что я известный писатель, и когда ей вспоминалось, что я ходил на аллею акаций, чтобы видеть, как она прогуливается, а позднее бывал у нее, у нее вырывались простодушные восклицания. Ах, если бы я только знала, что когда-нибудь он станет великим писателем. И так, как ей кто-то сказал, что общество женщин, потому приятно писателям, что, слушая любовные истории, они сверяются с источником, чтобы вызвать у меня интерес, она теперь снова предстала передо мной простой кокоткой. Она рассказывала, представляете, как-то я встретила мужчину. Он влюбился в меня, и я его тоже полюбила без памяти. Мы были на седьмом небе. Ему надо было уезжать в Америку. Я должна была поехать вместе с ним. Но накануне отъезда я решила, что будет лучше не дать любви умереть. А ведь она не могла бы всегда оставаться на этой точке. У нас был последний вечер, когда он еще не знал, что я остаюсь. И это была безумная ночь. Я испытала с ним и бесконечную радость, и отчаяние, что не увижу его больше. Утром я пошла и отдала мой билет какому-то пассажиру. Я его не знала. Он захотел его купить. Я ответила, «Нет, вы и так угодите мне, взяв у меня этот билет. А денег я не хочу». Помимо всего прочего, не то Детто, не то Пруст иронизируют над современной литературой. Затем последовала другая история. Как-то на Елисейских полях господин Дебриоте, которого я и видел это прежде лишь раз, принялся рассматривать меня с такой настырностью, что я остановилась и спросила его, почему он себе позволяет так на меня смотреть. Он ответил, «Я смотрю, какая смешная у вас шляпка». И правда, на мне была шляпка с анютиными глазками. Моды тех лет были ужасны. Но я была разгневана и ответила ему, «Я не позволяю вам говорить со мной подобным образом». Тут начался дождь. Я ему сказала, «Я прощу вас, если только у вас есть коляска». «Конечно, у меня есть коляска, и я с радостью вас провожу». «Нет, я хочу вашу коляску, а не вас». Я поднялась в коляску, а он ушел под дождем. Но вечером пришел ко мне. У нас была безумная любовь два года. «Приходите как-нибудь ко мне на чай. Я расскажу вам, как я познакомилась с господином Де Форшвилем». Чуть выше сказано, что это предложение Одетте вызвало живой интерес писателя. Он очень хотел ее увидеть, но у него так и не получилось из-за проклятого режима герцога. По сути, — продолжила она с грустью, — я провела жизнь затворницей, потому что у меня были большие чувства только к мужчинам, которые меня ужасно ревновали. Я не говорю о господине Де Форшвиле, ведь он был туповат, а я по-настоящему могла влюбиться только в умного мужчину. Но, видите ли, господин Сван был так же ревнив, как наш герцог. Ради герцога я отказываюсь от всего, потому что знаю, что дома он несчастен. Ради Свана же я терпела, потому что любила его безумно, и я понимала, что лучше уж пожертвовать танцами и светом, и всем остальным, чтобы это доставило удовольствие или хотя бы уберегло от волнения того, кто вас любит. Бедный Шарль, он был так умен, так пленителен. Он был как раз мужчина в моем вкусе. Вполне возможно, что это было правдой. Было время, когда Сван нравился ей, как раз тогда, когда она в его вкусе не была. По правде говоря, в его вкусе, даже позднее, она так никогда и не стала. И однако он так сильно, так мучительно любил ее. Позже его удивляло это противоречие. Но оно не должно удивлять нас, если мы подумаем, сколь велика в жизни мужчин доля мучений из-за женщин, которые были не в их вкусе. Это объяснимо, наверное, многими причинами. Во-первых, именно тем, что они не в нашем вкусе, ибо на первых порах мы позволяем, не любя, любить себя и потворствуем этой привычке, которая не возникла бы с женщиной в нашем вкусе. Ибо она, чувствуя, что ее хотят, упиралась бы, соглашаясь лишь на редкие встречи, и не заняла бы все временное пространство нашей жизни, связав нас позже, когда бы к нам пришла любовь. И женщина не в нашем вкусе стала нам вдруг необходима, из-за ссоры, путешествия, когда нас оставят без вестей, ни одной нитью, но тысячью. К тому же такая привычка сентиментальна, потому что в ее основе нет страстного физического желания, а когда возникает любовь, мозг работает много сильнее, и у нас получается не насущная потребность, а роман. Мы не доверяем женщинам не в нашем вкусе. Мы позволяем им любить нас, и если и сами любим их потом, любим в остократ сильнее прочих, даже не испытав с ними удовлетворения исполненного желания. По этим, да и многим другим причинам, тот факт, что самые сильные страдания приносят нам женщины не в нашем вкусе, объясняется не только насмешкой судьбы, приносящей счастье, исключительно в менее всего симпатичном для нас облики. Женщина в нашем вкусе редко представляет для нас опасность, ибо мы не нужны ей. Она нас удовлетворяет и быстро покидает, она не наполнит нашу жизнь, а то, что опасно и порождает любовные страдания, не сама женщина, но ее постоянное присутствие, интерес, что она делает в каждую минуту, не женщина, но привычка. Я малодушно заметил, что это было мило и благородно с ее стороны, но знал, что она лгала, что ее откровенность замешана на лжи. Я с ужасом подумал, по мере того, как она углублялась в свои рассказы о приключениях, обо всем том, что так и осталось неизвестным для Свана, что причинило бы ему много страданий, потому что его чувственность была привязана именно к этому существу, потому что он наверняка угадывал все это по ее глазам, когда она смотрела на мужчину или женщину, незнакомых, но понравившихся ей. По сути, она своими рассказами как бы предоставляла мне то, что считала сюжетами на вел. Она ошибалась, хотя всегда с избытком пополняла кладовые моего воображения. Но это происходило непроизвольно и было обусловлено мною самим. Я извлекал из нее без ее ведома законы жизни. Господин Дегермант приберегал молнии взглядов и для герцогини, а госпожа Дефоршвиль не упускала случая привлечь раздраженное внимание герцога к свободному кругу общения его жены. Так что герцогиня была очень несчастна. Правда, господин де Шарлю, с которым я как-то разговаривал об этом, утверждал, что первым начал отнюдь не брат, что миф о верности герцогини основан на множестве приключений, обыкновенно утаиваемых. Я никогда не слышал, чтоб об этом говорили. Почти для всех госпожа Дегермант была женщиной совершенно иного склада. Мысль о том, что она всегда была безупречна, преобладала надо всем остальным. Я колебался. Какое из двух этих представлений соответствует истине? Истине почти всегда неизвестной большинству. Мне ведь помнились голубые, блуждающие взгляды герцогини Дегермант в небе. Комбре. Но ведь правда и то, что ни одно из этих представлений никем не опровергалось, и как тому, так и этому можно было придать столь же разные, сколь и приемлемые смыслы. По детскому своему неразумию, я на секунду воспринял их как любовные взгляды, обращенные ко мне. Затем понял, что то были лишь благожелательные взгляды повелительницы, подобные той, что была изображена на витражах церкви в Комбре, взгляды, обращенные к вассалам. Следовало ли теперь полагать, что истинной была именно первая моя мысль, и что если позднее герцогиня никогда не говорила со мной о любви, то только потому, что ее больше пугало скомпрометировать себя с другом тетки и племянника, чем с неизвестным юношей, случайно встреченным в святой Иларии Комбрейской. Мгновение герцогини, быть может, была счастлива, что ее прошлое разделено мною, но после нескольких моих вопросов о провинциализме господина Дебриоте, коего в свое время я плохо отличал от господина Де Сагана или господина Де Германта, она снова встала на точку зрения светской женщины, то есть точку зрения хулительницы светскости. Говоря со мной, герцогиня провела меня по комнатам. В маленьких гостинах собирались близкие друзья, чтобы послушать музыку, они предпочли уединиться. В маленькой гостиной в стиле ампир ее слушали несколько фраков, сидя на канапе. В романе «Под сенью девушек» бабушка автора цитирует похожие описания из госпожи Севинье. Рядом с психеей, опирающейся на Минерву, виднелся шезлонг, поставленный под прямым углом, но внутри вогнутый, как люлька, там сидела девушка. Изнеженность ее позы, то, что она не шелохнулась, когда вошла герцогиня, контрастировали с чудесным сиянием ее ампирного платья алого шелка, перед которым бледнели самые красные фуксии. В перламутровую ткань которого, казалось, так давно были погружены броши и цветы, что они оставили на нем вмятины. Чтобы поздороваться с герцогиней, она слегка наклонила свою прекрасную каштановую голову. Хотя было еще совсем светло, с целью большего сосредоточения на музыке, она попросила закрыть большие занавеси, и, чтобы никто не споткнулся, на треножнике зажгли урну, поверх которой разлилось легкое свечение. В ответ на мой вопрос госпожа де Германт сказала, что это госпожа де Сент-Верт. Тогда я спросил, кем она приходится, известной мне госпоже де Сент-Верт. Госпожа де Германт ответила, что это жена одного из ее внучатых племянников, предположив, что девушка урожденная Ларошфуко, но при этом отрицала, что сама знакома с Сент-Вертами. Я напомнил ей о приеме, известном мне, по правде говоря, лишь понаслышке, на котором принцессой де Лом она встретила Слана. Госпожа де Германт утверждала, что такого никогда не было. герцогиня всегда была лгуньей, и с годами в ней это усугубилось. Госпожа де Сент-Верт была для нее олицетворением Солона, со временем, впрочем, исчезнувшего, существование которого ей нравилось отрицать. Я не настаивал. «С кем вы у меня могли познакомиться, он был остроумен, так это с ее мужем, а с ней у меня никаких отношений не было. Но у нее ведь не было мужа. Вам так кажется, потому что они развелись. Он, кстати, был намного приятней супруги. В конце концов, я понял, что огромный, необычайно крупный, необычайно сильный мужчина с совершенно белыми волосами, с которым я почти везде встречался, но имени которого так и не узнал, был мужем госпожи де Сент-Эверт. Он умер в прошлом году. Что до племянницы, то я не понял, от желудочной ли боли, нервов, флебита ли, родов, предстоящих, недавних или неудавшихся. Она слушала музыку, распростенно першись и не желая пошевельнуться ради кого бы то ни было. Вероятнее всего, она, гордясь своими прекрасными алыми шелками, решила изображать в своем кресле какую-нибудь рекамье. Навряд ли она понимала, что благодаря ей во мне распустилась заново фамилия Сент-Эверт. На таком отстоянии отмечают длину и продолжительность времени. Это время она баюкала в челночке, где цвели имя Сент-Эверт и стиль ампир в шелках красных фуксий. Госпожа де гарманд объявила, что ампир всегда внушал ей отвращение. Этим она хотела сказать, что питала к нему отвращение теперь. И это действительно было так, потому что она следовала моде, хотя и с некоторым опозданием. Не входя в такие сложности, чтобы говорить о Давиде, которого она плохо знала, еще в юности она считала господина Энгра скучнейшим из трафаретников, затем неожиданно ярчайшим метром нового искусства. При этом она дошла до того, что не выносила Делакруа. Какими путями она перешла от восхищения к порицанию не столь важно, поскольку это нюансы вкуса, отраженные критикой искусства за 10 лет до того, как они стали темой разговоров многоумных дам. Покритиковав Ампир, она извинилась за разговор о таких незначительных людях, как Сент-Верты и таких пустяках, как провинциализм Брюоте, ибо она была также далека от понимания, почему меня это интересовало, как госпожа де Сент-Верт Ларошфуко в поисках желудочной пользы или Энгровского эффекта, далека была от того, чтобы подозревать, что меня очаровывала ее имя, имя ее мужа, а не более славное имя ее родителей, что я смотрел на нее, как на в этой символической пьесе боюкающее движение времени. «Но разве эти глупости чем-то интересны? Зачем о них говорить?» воскликнула герцогиня. Эта фраза была произнесена ею в полголоса, и никто не мог услышать ее слов. Но молодой человек, он впоследствии заинтересует меня своим именем, гораздо более близким мне некогда, чем имя Сент-Верт, раздраженно вскочил и отошел подальше, чтобы его сосредоточенности не мешали, потому что играли Крейцерову сонату. Но запутавшись в программе, он счел, что это была пьеса Равеля, про которого говорили, что он прекрасен как палестрина, хотя и труден для понимания. Так называемая Крейцерова соната девятая для скрипки и фортепиано была написана Бетховеном в 1803 году. Морис Равель 1875 1937 приравнен здесь к авангарду, доступному широкому любительскому свету, хотя, конечно, при всей своей гениальности Равеля мало что объединяет с Джованни Пьер-Луиджи до Палестрины. 1526 1594 великим итальянским композитором. Для техники автора характерно, что читатель так и не узнает, как он проник в душу молодого любителя искусств. По-видимому, постиг ее наитием, ведомый смутным вдохновением, и побуждала его не столько мизантропия, хотя не без этого, сколько еще один из законов, благодаря которому автор, не осмеливаясь предполагать лучшего, своим талантом утверждает правоту своей прозорливости. В таких местах вспоминаются слова Пушкина «Думай о них худшее, и ты будешь недалек от истины». Он так резко вскочил, что, не заметив в темноте шип столик, большинство присутствующих тотчас обернулись, и это такое простое упражнение посмотреть, что там позади, ненадолго прервало мучение благоговейного прослушивания крейцеровой сонаты. Госпожа Дагермант и я, причина этого скандалезного происшествия, поспешили перейти в другую комнату. Ну, разве эти пустяки могут интересовать такого замечательного человека, как вы? Я только что видела, что вы болтали с Жильбертой де Сенлу. Это вас недостойно. Мне кажется, что эта женщина ничего собой не представляет. Это даже не женщина, это что-то самое фальшивое и буржуазное в свете. Даже защищая интеллектуализм, герцогиня примешивала к этому аристократические предрассудки. Да и вообще, зачем вы ходите на такие приемы? Сегодня еще понятно, потому что здесь читала Рошель. Это может быть вам интересно. Но сколь бы хороша она сегодня не была, перед такой публикой она не слишком усердствует. Герцогиня забыла о бывшей профессии актрисы, и ее слова звучат двусмысленно. Перед такой толпой она не отдается. Как-нибудь вы пообедаете у меня с ней наедине. Тогда вы поймете, что она представляет собой. Она настоголов выше всего, что здесь есть, и после обеда она прочтет вам Верлена. Вы мне об этом скажете что-нибудь. Но как вас занесло на этот помпезный прием, нет, я этого не понимаю. В любом случае это ничему не послужит, добавила она с легким сомнением, колебанием, не заходя однако далеко, ибо в точности не знала, в чем заключался плохо представляемый ею род деятельности, на который намекала. Особенно она хвасталась, что у нее каждый день присутствует икс и игрок, ибо она в конце концов пришла к концепции салонной дамы, некогда ею презираемой, хотя сегодня она это отрицала, и огромным преимуществом, печатью изысканности, по ее мнению, было принимать у себя всех известных. Если я говорил ей, что та или иная салонная дама не говорила ничего хорошего при жизни последней о госпоже де Хоуланд, моя наивность вызывала у герцогини буйное веселье, естественно, потому что у нее все их собирались, и она хотела их переманить. Вам не кажется, спросил я герцогиня, что госпоже де Сент-Лу тяжело встречаться, как это сейчас случилось, с бывшей любовницей своего мужа? Я увидел, как на лице госпожи Германт легла легкая складка, связующая какими-то глубокими связями только что услышанное с малоприятными мыслями. Связями глубокими, хотя, однако, невыражаемыми, никакая гнетущая глубина наших слов никогда не вызовет отклика ни словесного, ни письменного. Только глупцы впустую десять раз подряд просят ответа на сдуру написанное имя письмо, в котором было что-то лишнее, ибо на такие письма отвечают делами, и корреспондентка, которую вы сочли уже неаккуратной при встрече, назовет вас господином, вместо того, чтобы окликнуть по имени. Мой намек на связь с Эн-Лу с Рошелью был не так тяжел, и только на секунду мог вызвать у госпожи Дагермант тягостное впечатление, напомнив ей, что я был другом с Эн-Лу и, может быть, конфидентом, знавшим об огорчениях, причиненных Рошели на вечере у герцогини. Но ее мысли на том не остановились, грозная складка испарилась, и госпожа Дагермант ответила на мой вопрос о госпоже Де-Сен-Лу. Скажу вам, что думаю. Ей это тем более безразлично, что Жильберта никогда не любила своего мужа. Она ведь просто чудовище. Ей нравилось положение в обществе, имя, то, что она станет моей племянницей. Ей хотелось выйти из грязи, после чего ей ничего другого и в голову не пришло, как туда вернуться. Знаете, мне это причинило столько огорчений из-за бедного Робера, потому что зорок как орел он не был, но потом разобрался и в этом и во многом другом. Не следует так говорить, потому что она все-таки моя племянница и у меня нет точных доказательств, что она его обманывала, но постоянно что-то говорили и скажу вам, что знаю, с одним офицером из Мезеглиза Робер хотел стреляться и из-за всего этого Робер и пошел на фронт. Война ему показалась выходом из семейных огорчений и если хотите знать мое мнение, его не убили, он сам пошел на смерть, а она и вовсе не горевала, она даже удивила меня своим редкостным цинизмом, подчеркнутым безразличием, мне это было очень обидно, потому что я любила бедного Робера, очень сильно любила. Вас это удивит, наверное, потому что меня плохо знают, но мне до сих пор случается о нем думать, я никого не забываю. Он мне ничего не говорил, но он прекрасно понял, что я разгадала все. Сами подумайте, если бы она хоть сколько-нибудь любила своего мужа, смогла бы она с таким хладнокровием находиться в той же гостиной, что и женщина, в которую он был безумно влюблен столько лет. Можно даже сказать всегда, потому что я уверена, что это никогда не прекращалось, даже во время войны. Да она бы ей перегрызла глотку, воскликнула герцогиня, забывая, что сама, настаивая, чтобы пригласили Рошель, и делая возможной эту сцену, которую она считала неизбежной, если бы Жильберта любила Робера, выступала, быть может, жестоко. Да, она, знаете ли, заключила герцогиня просто свинья. Это выражение стало возможным в устах госпожи Дагермант после того, как она скатилась по наклонной из среды обходительных германтов в общество комедианток. Потому также, что считала, что подобное в духе, по ее мнению, грубоватого XVIII века, потому еще, что, как она полагала, ей позволено все. Это выражение было продиктовано ненавистью, испытываемой ею к Жильберте, настоятельной потребностью нанести ей удар, за невозможностью физически, заочно. Но также этим герцогиня хотела оправдать свое поведение по отношению к Жильберте или, скорее, против нее, в свете семье, исходя из интересов Робера. Редактор субтитров Редактор субтитров